психомоторного развития, синдром двигательных нарушений. В год Ярославу поставили диагноз ДЦП. На днях мальчику исполнилось 7 лет, и он стал первоклашкой. Веселый и жизнерадостный ребенок любит кататься на машине и слушать современную музыку. Несмотря на то, что Ярослав самостоятельно не стоит, не ходит, не говорит, мама не оставляет надежды и готова день за днем поддерживать сына за ходунки. Ребенку необходима постоянная реабилитация. Вы можете помочь Ярославу Офицерову и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком Доброе утро всем, у микрофона Анастасия Ножко. Сегодня открываем аргументы и факты, а там плохая новость. Колбасные изделия в России могут подорожать почти на 30%. Кабмин предложил ввести новую систему сборов для производителей продуктов питания в рамках программы укрепления общественного здоровья. И деньги, вырученные от колбасы, пойдут на удешевление полезных, откровенно, товаров. Но каких аргументов и фактов пока не пишут, будем следить за ситуацией. Вечерняя Москва. У нее заглавная сегодня статья. Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что число преступлений снижается. Более подробно посмотрите на сайте вм.ру. Умер Евгений Осин и, в частности, в «Комсомольской правде», например, его товарищ, один продюсер, последнее сообщение Евгения Осина, прессе, рассказал о нем, что тот, дескать, сказал, что какую-то песню написал такую, что «Все хиты порвет». Она не успела еще передать, умер, и, соответственно, на выходных об этом стало известно. Открыто новое царство эукриотов. Новые микроорганизмы были открыты, у них есть хищнические черты, они похожи на хищников. Более подробно смотрите в «Нейкт Саенс». В Риме запретили наряжаться центурионом. Это там такой был аттракцион, чтобы с ними сфотографироваться, теперь нельзя. Женщины в Москве ожидают зарплату меньше, чем у мужчин. По результатам исследования в ЦИОМ, еще подготовлено порталом «Суперджоп», это исследование в среднем зарплатное ожидание у женщин ниже на 6 тысяч рублей. Гидрометеоцентр говорит о том, что, с одной стороны, вроде бы сугроба намело, а с другой стороны, к выходным все растает, но зимние минусовые температуры продолжатся в течение этой недели. Вертолеты будут каждую ночь патрулировать территорию Москвы. Эксперимент уже начался на М-24, более подробно можете посмотреть, для чего это. И зоозащитники устроили акцию на крыше цирка Никулина, они вывесили баннер на черном фоне белыми буквами, сверху написано «Животные, не рабы», а под ними вот эта светящаяся вывеска, где две лошадки так стоят друг напротив друга на задних ногах. 8.37 – это был обзор прессы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа Пастушок! Поехали! Поехали! Ранья дров, Сережа! Сенебрена! Рожак! Восемь часов тридцать девять минут, понедельник, девятнадцатое ноябре! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Москва Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Сергей, Дарянка, добро утра. Настер, не грусти, он хотел написать новую песню. Он почти её написал. Почти. Он не мог ходить, не мог двигать рукой, еще что-то. Я узнаю. Но все говорят об осени таким образом, как будто бы все все знают. Понимаешь, в чем дело? Дана Борисовна, я ничего не знаю. Абсолютно не знаю. Никогда не видел его в жизни, в своей... Я серьезно говорю. Ты понимаешь, что я сейчас говорю? Мне все говорят, ну, и все. Нет. А мне вчера звонят. Первый канал. Это первый канал. Что вы можете сказать? Нет. Мы приглашаем вас... Сейчас расскажу. Мы делаем срочно передачу. Значит, мы срочно делаем передачу. Вот, 617-5308. А вы в следующий раз скажите. Я не знал, его не видел, но точно так же не знал, не видела, а ножка. Пусть предложите ей, может, она пойдет. Я бы пошла. Ты бы пошла? Поплакать там. Пожаться. Нет, вчера в 1.55. Incoming call. Пожалуйста, 28 секунд. Я за 28 секунд успел их это разочаровать. Они говорят, ну, мы же на завтра собираем передачу на первом канале памяти Евгения Осина. Простите, я подъеду. Памяти Евгения Осина. Вы же, конечно же... Я же... Я говорю, в каком смысле? А я говорю, ну, вы же, конечно же... Я говорю, что? Да. Я что? Да. Ну вот. Слушай, давай его исполним. Давай его... Оказывается, он очень широко известен. Очень широко известен. Ну, и... Поэтому надо... Надо исполнить его сейчас. Секундочку. Сейчас мы сделаем это. Опа! Поехали. Ну, давай. Что это сейчас будет? Не знаю. Я клипа не видела никогда. Клип. Клип. Товарищи, надо приготовиться. Плачет девушка в автомате Кудай зяброе пальце Вся в слезах и в губной помаде Перепачканное лицо Вся в слезах и в губной помаде Перепачканное лицо А он действительно так рубит на гитаре, как как бы дворовая песня такая. Городской романс, понимаешь? А в ушах сережки Ей сегодня идти одной Вдоль по улице ледяной Ей сегодня идти одной Вдоль по улице ледяной Ей сегодня идти одной А как у девушки может быть мужская обида? Ты никогда не задумывалась над лингвистикой Этого словосочетания? Как у девушки может быть мужская обида? Мне кажется, что у девушки Городская обида, нет? Ну, сделайте так, чтобы в рифме было Нет, вообще, лед от Бабских обид От бабских обид Мне кажется, нет? От мужских От мужских Не может быть мужской обиды у женщины Что это значит мужская обида? От мужчины Нет, дорогая Это нарушает русский язык Не бывает такой Мужская обида у женщины У нее женская обида От мужских поступков Ну, у Вознесенского же не так Ну, от бабских обид Надо было петь От бабских обид У нее Лед от бабских обид Понятно? Нет, ну, конечно, это Андрей Вознесенский Пятьдесят девятый год Это стихотворение Андрея Вознесенского Пятьдесят девятого года Сейчас уже невозможно даже понять Где она платит в автомате Что за автомат Автоматы остались только в Нью-Йорке Насколько мне известно Мерзнет девочка Нет, ну, давай, я прочитаю Так, как будто я пьет Мерзнет девочка Не девушка Видишь, девушка у этого господина Как фамилия? Евгения Осина Евгения Осина У него девушка А она, да, девочка Мерзнет девочка в автомате Прячет взябкое пальтецо Вся в слезах И губной помаде Перемазанное лицо Дышит в худенькие ладошки Пальцы льдышки В ушах сережки Ей обратно одной Одной Вдоль по улочке ледяной Первый лед Это в первый раз Первый лед Телефонных фраз Мерзлый след На щеках блестит Первый лед От людских обид От людских обид У Андрея Андреевича Вознесенского Пятьдесят девятый год Но Мерзлый Нет Мерзлый след На щеках блестит Это, знаете, что, может быть С телефона Как-то перешло Ведь будки были не Не Будки были открыты Тоже полуоткрытые Такие с навесиком Но какой-то лед Я не знаю Откуда-то упал лед Что теперь я не понимаю Чего вы придираетесь к поэту От людских обид Внимание То есть Вознесенский считает Девочку человеком А Осин считает Что она мужчина Поэтому у нее Мужские обиды Как можно у женщины Мужские обиды Объяснить Уже У женщины Что он мужской Женщина может надеть Мужскую рубашку Но никак не может Получить мужскую обиду Это абсурд Понимаете Нет Это неправильно Это вы придумали Иннокентий От мужских обид То есть ее обижают Мужчины Так не бывает Если ее обижают Мужчины То она испытывает Женскую обиду Женскую обиду На поступки мужчин Товарищи Ну вы что Товарищи Вы русский язык Русского языка Говори плохо Вы русского языка Говори плохо А Андрей Андреевич Вознесенский Написал Первый лед От людских Обид От людских Людских То есть она человек Девочка человек Предполагает Андрей Андреевич И справедливо Совершенно Правильно? Ну Девочка человек Я не знаю А? Не знаю Я тоже не знаю Ну хорошо Значит теперь Теперь рассказы про него Про Евгения Осина Я вам немножко порассказываю Про него Ладно Договорились Потому что я сегодня начитался Наконец Потому что У меня вообще развали на первый канал Я понял что это важная тема Для моей родины Это важная тема Для моей страны Для моей родины Я сейчас сказал У него была проблема с лечением Они готовы были помочь Он У него были проблемы с рукой Еще с двумя ногами Это я думаю Что это Облитерирующий эндартрит Или Или ревматоидный артрит Что это может быть? Да Она говорит Послушай меня Он с трудом передвигался То есть были проблемы с ногами И страдал из-за проблем с рукой С рукой Что с рукой? Что? Рукой Ну мало ли Там от позвоночника Неврологические разные проблемы бывают Знаете Мне кажется что это был ревматоидный артрит Нет Ревматоидный артрит Сергей Начинается с мелких суставов Симметрично И обычно Симметрично проявляется Поэтому скорее всего Тогда бы У него одна рука чуть сильнее Другая чуть слабее Нет С сожалению По мнению Даны Борисовой Даны Борисовой Я слышал Об этой женщине Когда-то А может быть даже видел ее В кафе где-нибудь Там на первом канале Значит она Она по-моему ввела что-то Какую-то передачу Какую? Ты не помнишь? Нет Я конечно же не знаю Эротическую Я сейчас не помню Какую-то эротическую Я не помню Ну хорошо Значит Но тот упрямо отказывался То есть коллеги были готовы Помочь музыканту с лечением Но тот упрямо отказывался Далее цитата Из Даны Борисовой Все видели к чему шло Все съемочные группы Были готовы Из какой съемочной группы? На любую съемочную группу? Ну он ходил же по всяким шоу Без конца Все съемочные группы Извини Здесь определенный артикль Д Съемочная группа А? Не поняла Все съемочные группы? Послушай меня сейчас Послушай меня сейчас Мне важно Чтобы ты Уделила внимание этой фразе А я лингвист Ты нет Теперь слушай Почему? Не знаю почему Не знаю почему Ты международник Ты из МГИМО Я читаю Все видели к чему шло Все из съемочной группы Здесь определенный артикль Куда он ходил видимо на съемки? Не правда Он ходил по всем шоу Все из съемочной группы Значит из ее Совершенно верно Что из ее Это определенный артикль Очевидно Были готовы дать денег И на руку дать И на руку дать В смысле на лечение Да Больницу по наркологической части Все проплачивали Очень жалко Что он стал жертвой Своего собственного упрямства Не признание этой проблемы То случай Когда все хотели помочь А он не хотел принимать помощь Из-за своей нравия Такой был характер у него Хорошо Значит смысл в чем? Он испытывал проблемы со здоровьем В 54 года Это так нормально? Это так нормально? И у него была Нога И обе ноги Просили Одна нога И одна рука В смысле С проблемами И кроме этого Они все лечили его от пьянства Знаешь почему? Почему? Я знаю Все мужчины Которых я знал Которые ушли от жены Все Все Получали характеристику В обществе С помощью этих Безумных Своенравных Злобных Тварей Я хотел сказать Жен Все получали Репутацию Алкоголиков Послушай меня Внимательно Все мужчины И всегда Эту репутацию Распространяют Все женщины Все Каждая женщина Я Я очень серьезен В каком ужасном мире Вы живете Да Каждая женщина Встречаясь с другой Любой женщиной Поскольку они сороки И тотчас разносят Всякий социальный мусор Социально коммуникативный мусор Они всегда говорят Пьет Ну а вообще пьет Нет А он же ушел от жены Страшно пьет Сильно пьет Сильно пьет А вторая женщина добавляет Ну все Он что ушел от жены что ли? Да он ушел от жены Да Он ушел от жены И тебя еще раз повторю Она же не смогла с ним жить Потому что он пил Не знаю Не знаю Не знаю Нет наоборот Наоборот Она ушла Наоборот Он ушел от жены Редко виделся с ребенком Еще что-то У него были какие-то привязанности И так далее Нет Вот эта репутация Которую распространяют бабы В хорошем смысле Знаешь что я за женщин Всегда горой Значит Я помню очень хорошо Извините пожалуйста Владимир Владимирович Познер Что я буду говорить Я помню Впервые я услышал эту фразу Еще будучи Ребенка Особью Особью до сорока лет Я был особью до сорока лет Я помню эту фразу Ее сказала женщина Она сказала это В кругу других женщин Познер Познер Слово было Познер Потом она сказала Сильно пьет Ушел от жены Сильно пьет Остальные женщины Ну все Ну все Вот это вот Вот это вот Это вот Это типичный женский диалог Я думаю что Осина оклеветали Он конечно не пил ни разу Ни разу Ни пол капли Его оклеветали Какие нибудь бабы Которые все время Сильно пьют Ушел от жены Сильно пьет Ушел от жены Сильно пьет Вот эти вот Вот эти вот фразы Они Есть какие-то Ключевые фразы Женщины Вот ты послушай Как жена Ты же жена Вот послушай Как жена Тебе это важно Значит Первая ключевая фраза Которая возникает В женском кругу И ты слышишь ее Краем уха Я слышу ее Краем уха Слышишь Первая ключевая фраза Которая ведет К фразе Сильно пьет Первая фраза Моему этого Нет Моему этого Совсем не надо Он у меня по другой части Моему этого Совсем не надо Ну он может быть Раз в месяц Но это у него Совершенно по другой части Моему этого Совсем не надо Это первая фраза И хор женщин Присоединяясь Говорит Моему тоже Ой а моему тоже Ой а моему тоже Совсем не надо Этого совсем не надо Он не по этой части А значит Это первая фраза Примерно через полгода После этой фразы И следует другая фраза Ушел от жены Сильно пьет вот это вот эти две фразы они идут все время вместе моему этого совсем не надо и потом ушел от жены сильно пьет поверь мне я знаю женщина мать ты поверь мне я хорошо в другом мире как только ты услышишь фразу как только ты услышишь фразу моему я позвоню вам да я я а я вот а я вот не пью на уши лёва пишет а я вот не пью на уши добился кто это взял это я ну да нет я не позвонил я просто слушал у себя на копе алкогольная пулиневропатия как врач вам говорю говорит банкрот банкрот откуда вы знаете да вы что из брошенных жен товарищи значит у женщин еще раз я повторюсь закончен этом мы не можем повторять непрерывно у женщин существуют некие мемы мемы понятно да вы знаете они не говорят ничего прямо по крайней мере старается у женщин у женщины существуют слова которые описывают ситуации иносказательно вы понимаете да значит ну там типа она в интересном положении значит а ну или просто в положении значит и эти слова они вот таковые наблюдаем например у них отношения это значит но по-русски значит что трахаются ну смысле у них наши это значит что у них есть сексуальная связь понятно да у них отношения вторая фраза к сейчас у них уже все было тоже вот это у них же все было все было это значит что ну сожительство у них уже все было потом еще фраза какая как я как я сказал ничего не он не приставал приставал это значит просила секс дальше то есть у женщин все и насказать на какие еще допомнивание фразы какие-то помни потом еще значит что и что я говорил мне моему этого совсем не надо он у меня по другой части значит ушел от жены сильно пьет все сильно пьет а зачем он пьет то он радуется дорогая он ушел от жены радуется радуется с счастлив драй счастлив вокруг него цыгане ансамбли когда медведя бубны и на невероятные праздники и так далее понимаешь я наконец-то ушел от жены слава те господи сильно пьет зачем пьет а пить то зачем он просто от счастья понимать а последняя моему этого не надо нет моему моему этого совсем не надо моему этого совсем не надо а следует за ней фраза ушел от жены сильно пьет сначала моему этого совсем не надо где сергей находит этих женщин то есть я изучаю женщин внимательно внимательнейшим образом еще в детстве я обратил внимание когда мне было может быть лет 13 что наибольшее моё внимание привлекают наблюдение воды огня и голых женщин но смысле их тогда было мало было было мало но неважно короче говоря самое лучшее что ты можешь наблюдать в жизни впадая в состояние медитации это вода даже стоячая но лучше все-таки чтобы она струилась вода огонь который всегда струится как вы хорошо знаете и голая женщина ну на самом деле что и может быть еще лучше лошадь наверное хуже голая женщина а бегущая лошадь хуже голая женщина продажи не знаю но лучше воды что 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 да рубинс 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 и по другой части что это значит а еще женщины говорят вот из иносказательных из языка женщины иносказательного ты делаешь это ему ты делаешь это ему женщина это мне ибрагим рассказывает не дает товарищи приводят примеры иносказательного языка женщин купил мотоцикл ушел от жены рассказывает дмитрий ларсон вот пожалуйста человек счастлив смотря какой мотоцикл правда смотря какой мотоцикл понимаете есть такая есть такая какая-то да я голую женщину впервые увидел в женской бане меня привели со всем ребят ребенком говорит ойзи ойзи поправить сказать я тоже настя в шоке говорит адик ты в шоке живем в вашем ужасными мы живем в ужасном мире мы живем в ужасном мире живем в ужасном мире живем в ужасном сплетнями грязью и выставлены постоянными интрижками вашими вашими нет ты не то что лунатичка зато что я подарила ему внимание еще но я горит еще есть такое слово подарила ему внимание сделай мне приятно такая еще фраза есть у женщин сделай мне приятно может быть я несчастье наверно уйду от жены говорит антон женщина в танце лошадь в галопе и корабль под всеми парусами вот это все хорошо еще вода и огонь не забывайте вода огонь женщина в танце работающие стиральной машины вы так потанцует женщина что лучше бы на нее просто не накинуть и чтобы она не шевелилась а что смотреть на работающую стиральную машину вам нравится ты знаешь что то есть 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 нам надо поговорить вот такая фраза еще есть у женщин нам надо поговорить хорошо да ладно ребят погнали в движение подъем движение отчет сегодня машин нет мы обычно начинаем утро у нас 690 710 на тысяч машин на дорогах а сейчас нет все как-то спокойненько и 676 тысяч восемьсот семьдесят восемь машин сейчас на дорогах москвы это сто один процент на супротив но я не знаю за сколько за какой период проведены измерения за за последние несколько веков или как 676 тысяч машин сейчас на дорогах москвы значит очень тяжело на юге мкада где-нибудь такой на 6 часов на 7 часов по циферблату очень тяжело и плохо ассов особенности плохо между ленинградка и волоколамка и на внешке тоже очень плохо на 6 часов на 5 на 6 на 7 по циферблату на внутренним третьим транспортом и если вы выбираете дорогу с коширки я бы все-таки ломанулся на андропова что что сегодня кажется перспективнее потому что тульская нехороша и коширка после андропова тоже какая-то очень тугая не едет в город новая рига колоссально прекрасно почему я радуюсь новорижцы братья мои братья и сестры вы же мои родные я от вас съехал и теперь каждый раз когда я смотрю на это на этот затор страшный я думаю мог бы я там стоять куковать но нет товарищи дорогие я живу в двух километрах от работы вот поэтому все хорошо все машины еще в подольске ждите мы скоро к вам доедем говорит сергей дек новости 9 утра в москве в студии ольга данилевич здравствуйте власти увеличили пособие по беременности родом с первого января минимальный размер вырастет почти до пятидесяти двух тысяч рублей максимальный до трехсот одной тысячи такие данные тасс привели в пресс-службе федерального фонда соцстрахования там напомнили что предыдущие увеличение декретных выплат произошло первого мая фонде добавили что также повышается максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с нового года он составит более 26 тысяч рублей вместо 24 тысяч сми сообщили о задержании дмитрия оленича возвождение в нетрезвом виде автомобиль главного тренера енисей остановили в красноярске сообщает региональный портал newslab.ru отмечается что 17 ноября оленичев выпивал в местном баре где вступил в перепалку с одним из посетителей после этого он уехал из заведения участник конфликта сообщил в полицию о нетрезвом водителе по информации портала сотрудники дпс предложили наставнику енисе пройти освидетельствование однако тот отказался и стал угрожать полицейским в итоге оленичева доставили в участок в гибдд города информацию о задержании подтвердили но от дальнейших комментариев отказались виталий милонов предложил переодеть депутатов госдумы в мундир и по словам члена комитета по развитию гражданского общества это должно дисциплинировать парламентариев так милонов отреагировал на инцидент во время заседания нижней палаты парламента когда один из депутатов пытался засунуть палец в ухо своему коллеге цитирую надо вести себя достойно прилично у меня есть рецепт если бы депутаты носили как я предлагал форму все-таки форменные тогда бы никто этим не занимался они бы подумали что просто невозможно надевая государственную форму вот такими вещами заниматься это было бы спасением нужно в мундирах ходить сказал милонов передает агентство москва он добавил что эту одежду парламентарии должны шить себе сами они за государственный счет об инциденте на заседании госдумы стало известно 15 ноября во время обсуждения изменений в бюджетный кодекс неизвестный депутат попытался засунуть указательный палец в ухо члену комитета по госстроительству и законодательству олегу быкову этот момент попал в трансляцию при этом камера не зафиксировала того кто тянулся пальцем к быкову согласно схеме рассадки в госдуме на этом месте должен сидеть депутат юрий петров компания ржд показала облик новых плацкартных вагонов они будут более комфортными и учтут индивидуальное пространство каждого пассажира передает реа новости по проекту каждое место оборудовано плотными шторами напоминающими жалюзи также установлены индивидуальные освещения розетки и юсб разъемы пространство вагона выполнено в светлых тонах кроме того в поезде появятся вендинговые автоматы а в туалетах будут установлены душ пеленальные столики автоматические экраны бумажный полотенце фен для рук и дозаторы мыла основная идея при разработке новых модульных вагонов это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира отметили в пресс-службе ржд новые вагоны планируют запустить в 2019 году в завершении о валюте официальный курс доллара 65 рублей 99 копеек евро 74 90 и о погоде в москве сейчас плюс один в течение дня ожидаются небольшие снег завтра от 1 до 4 мороза и также небольшой снег ольга данилевич говорит москва внимание внимание говорит москва говорит москва говорит москва 94 и 8 реклама найти лекарства за полминуты заказать препарат за полцены выбрать аптеку на полпути к дому все это может сайт asna.ru давайте экономить никоретто спрей за 729 рублей внимание asna.ru вызывает привыкание к удобству имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом планируете ремонт решили обновить отделку квартиры или дома вас приглашает центр ремонта и дизайна метр квадратный огромный выбор товаров бесплатные консультации индивидуальные ценовые предложения все это в одном удобно расположенном месте вблизи метро волгоградский проспект метр квадратные пересечения волгоградского проспекта и третьего транспортного кольца приглашаем дизайнеров к сотрудничеству рублевский дарим италию купите сыровеленную колбасу производства рублевский и выиграйте путешествие на двоих в италию на родину салями 5 роскошных видов 5 роскошных вкусов салями дель борго салями дель норчино салями контадино ботега милану браво маэстро купите сыровеленную колбасу производства рублевский и выиграйте путешествие на двоих в италию срок проведения акции по 29 декабря 2018 года подробности в организации акции правила количества призов порядок их получения на сайте дарим италию точка рф сколько гостей поместится за праздничным столом обычно не более 10 в квартире от а сто один с кухней гостиной места хватит всем а сто один живые квартиры с кухней гостиной на яркой стороне москвы 495 127 8797 127 8797 застройщик о а сто один проектные декларации на сайте а сто один точка ру телефон рекламной службы 737 8747 код 495 слушать думать знать правильные глаголы девяносто четыре и восемь говорит москва спонсор программы о а сто один а сто один живые квартиры на яркой стороне москвы 495 127 8797 проектные декларации на сайте а сто один точка ру программа предназначена для лиц старше 16 лет сережа пастушок поиграем ранья дров сережа серебрина рожок 9 часов 6 минут понедельник 19 ноября здравствуй великий город здравствуйте все это радио говорит москва москва говорит москва а анастасия нож ведущая это какие каникулы опять каникулы януковича козла откачали так козла или януковича харьковчанин вы его недолюбливаете а он тут в теннис играет а там страна знаете кто его зовет в эту вашу страну он может при смерти бедный на три недели лег три недели это это на самом деле такое оправдание для суда вот не знаю не знаю козла янукович харьковчанин козла януковича вы нам экспортировали вы его вырастили у себя там где он там в туалетах шапки женские крал и так далее это вы все делали знаешь что он украл у женщины шапку как в как как описывает это украинская пресса ну кажется такой недальновидный поступок почему он стал на унитаз он стал на унитаз будучи подростком он стал на унитаз и в соседней кабинке у какающей женщины со головы сорвал норковую шапку потом спрыгнул с унитаза и ловко-ловко убежал но ему удалось ее продать потом нет я точно не знаю что сказать не знаю хороша ли была шапка сейчас ты начнешь хороша ли была подкладка шелковая ли была подкладка не копайся в мелочах главное удаль человека удаль и готовность и готовность шагнуть через предрассудки понимаешь предрассудки ну и так далее хорошо почему порошенко не у нас очень много неожиданно много активизировалось украинцев здесь украинцы подзавелись у нас латентные значит почему порошенко не удался церковный раскол говорит владислав конечно удался но что-то я так поняла что там в какой-то момент все как-то обернулось не совсем так как нам показалось пару недель назад или когда мы говорили там же знаем что чем дело мы знаем чем дело кончится мы знаем чем дело кончится мы знаем чем дело кончится ну чем кончится они будут отдельно сами по себе вот и все да сейчас мы находимся в период давай так мы сейчас мы сейчас пересекаем некий период отдаление друг от друга россии украины эти две страны эти два народа отдали можно можно замечание маленькое такое совершенно неожиданное житейское я в ленте в соцсетях заметила что в последние недели почему-то как бы вдруг стали налаживаться связи я тебе друг причем на уровне таких общественников каких-то я их банил десятками тысяч но сейчас я действительно вижу что ко мне в друзья просятся какие-то какие-то дамы из киева например например совершенно не политическая тема я пока не беру их в друзья нет не беру допустим защитники животных вдруг я у тех же самых наших которые тут в москве без конца их там этих щеночков собирают вдруг они репостят что в киеве там значит тоже какой-то бегает пёс безнадзорный чего долго я не видел и вдруг там давайте соберем деньги давайте поможем потом украинские значит из украинской светской околосветской жизни новости прорываются у наших блогеров ну мы там конечно давно с ними общаемся но вот и меня ощущение что люди соскучились друг по другу люди потому что все это конечно Владислав пишет хорошо из 90 архиереев УПЦ Украинской православной церкви РПЦМП имеется ввиду только трое пошли к Порошенко и то один дал за них вот таким образом всего двое пошли к Порошенко вы знаете Владислав давайте мыслить давайте мыслить не сюжетами от обеда до ужина давайте мыслить сюжетами более глобальными тектоническими мы сейчас с вами проживаем эпоху мы с вами Владислав проживаем эпоху когда к огромному моему сожалению к огромному даже к боли да Украина и Россия отдаляются отдаляются поворачиваются друг другу спиной и этот процесс он настолько глобальный он настолько огромный и он настолько на самом деле опасный и он на самом деле настолько как бы это сказать неотвратимо продолжающийся уже давно я этот процесс вижу уже 30 лет я только вижу 30 а на самом деле я вам скажу Владислав вы наверное не в курсе а я ездил в Киев в восьмидесятые начале восьмидесятых значит со своим другом Хоше Гвадалупе Мартинес Гарсия был у меня друг такой впоследствии кстати говоря директор национальной библиотеки Мексики Хоше Гвадалупе и мы с ним ездили в Киев отведать кровяной колбасы и познакомиться там с легкими девками вот ну значит не в этом а смысл в том что еще тогда в КГБ Украины вводило специальные режимы потому что каждый день рождения Тараса Григорьевича Шевченко оборачивался огромным пополнением актива еще тогда понимаете когда вы думаете что украинцы были хорошие сказать там братья навек еще тогда они собирались в сквере около университета они собирались вот там везде в центре около университета и они декламировали что-то такое там девчины не знаете са с москалями бо москалыны добрые люди зроблют лыху с вами вы помните этот этот период или вы или вы сидели посыпав свое лицо сахарной пудрой и там и слизывали со своего носа капающий сахар а мне интересно пополам с соплями вы помните этот период или нет когда в семидесятые и в восьмидесятые у памятника Шевченко собиралась университетская вся знать студенты в огромном количестве и декламировали антирусские стихотворения вы это помните или нет мне интересно если вы если вы помните то вы не идиотничайте сейчас не надо идиотничать просто скажите себе я не я не я стараюсь не хамить я стараюсь мне кажется чуть-чуть Владислав извините если я лично вас обидел я старался в полемике полемизировать да значит кохайтесь чернобривые та не с москалами не с москалями бо москалы не добрые люди зроблют лиху с вами они зло делают москали делают зло катерина катерина помнишь это катерина с солдатиком кухалась у шевченко есть стихотворение катерина кухалась с солдатиком и он сделал зло с ней всегда оттуда идет зло говорит шевченко зло оттуда с севера из россии идет зло говорит шевченко понимаешь в чем дело ну вот они это декламировали всегда и собиралась всегда вся университетская элита это декламировать. Понимаешь? Да. И всегда КГБ там уже, так сказать, закончились блокноты всех переписывать. Все были, все были против этого. Ну как мы, разве мы этого не знаем с вами? Мы что, с вами дурачки, что ли? Мы вчера родились. Давайте не выдумывать. Значит, Украина сейчас ускорила отдаление от нас. Она и в 70-е годы прошлого века, и в 80-е годы отдалялась от России с удовольствием. В 80-е, в 90-е, мгновенно, понятно, мгновенно Россия отдалилась. Я бы вас призвал прочитать, пожалуйста, данные по референдуму 1 декабря итоги, напиши мне, пожалуйста, итоги референдума, итоги референдума, напиши, пожалуйста. 1 декабря Украина, по независимости Украины 1 декабря 1991 года. 1 декабря 1991 года. Итоги референдума, референдума по независимости Украины 1990, да, 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 1991 года. 1 декабря. 1 декабря. Значит, я, я просто, а почему это вдруг так случилось? Вы не знаете? Вы не знаете? А почему вдруг они были готовы в 91-м году? Они раз и были готовы. Всеукраинские 1 декабря. Значит, подтверждаете ли вы акт про возглашение независимости Украины? Да, подтверждаю. Нет, не подтверждаю. От 24 августа 91-го года. Вот слушайте меня. Да, подтверждаю. 54 процента Крым. Отделение от Советского Союза. Независимость. 54 процента в Крыму. Винница 95 процентов. Волынь 96. Днепропетровская область 90. Донецкая 83. Житомирская 95. Закарпатская 92. Запорожская 90. Ивано-Франковская 98. С половиной процентов. Киевская 95. С половиной процентов. Кировоградская 93. Ну, почти 94. Луганская 84. Почти. 83,86. Львовская 97. С половиной. Николаевская 89. 45. Одесская 85. 38. Полтавская 94. 93. Ну, 95. 95 процентов. Полтавская. Ровенская 96. Я чуть-чуть буду округлять. Ладно? Сумская 93. Я уже округляю, потому что если подходит. Тернопольская 99. Харьковская 86. Херсонская 90. Хмельницкая 96. Черкасская 96. Черниговская 94. Черновицкая 93. Город Киев 93. Город Севастополь 57. Процентов. За независимость Украины. Самый низкий. Самый низкий процент. Севастополь 57. Крым 54. Крым 54. Везде больше половины. Нет ни одного региона Украины. Ни одного. Который бы был против независимости Украины. От Советского Союза. Тогда, да? То есть выхода из Советского Союза. Понятно? Да. Поэтому когда вы говорите, что все это случайно. И все это вы всего... Вчера вы глаз продрали. Вчера глаз продрали. То есть люди отдаляются. Отдаляются. Дистанцируются. Это плохо. И это... Но это так. Если утверждать, что это не так, то тогда, извините, надо не обладать трезвым реалистическим умом. Это так. Как с этим бороться? И нужно ли бороться? Или нужно дойти до предела? Чтобы люди обратились на вспять? Что нужно делать? Я не знаю. Я не такой умный, как вы. Вы умный? Я нет. Я дурак. Ладно? Хорошо. Но это так. Вот и все. Секундочку. У меня весьма умные мужчины хотят выступить по этому вопросу. Алло, здравствуйте. Дослушаю. Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Ну, я буду говорить банальщину, конечно. Но тут ничего другого нет. Вы так ставите вопрос, что идет банальщина. Ты решал проблему. Нет, я не понимаю. Что? Такая вещь. Ну, как? Ну, а что? Либо надо было танки в ТИФ отправлять. А так что мы сделали? Люди говорят. Нет, подождите. Люди говорят. Сейчас вдруг на их глазах происходит там отдаление в церкви. Но Порошенко провалился. Ра-ра-ра, тра-та-та. Порошенко не так уж и провалился. И один из трех этих, кто у него был на приеме, имел доверенность от 15. Так, для сведения. Да. Ну, и для начала. Это не важно для меня. Важно другое. Я вижу тектонически. Я вижу на протяжении, я анализирую 40 лет. За 40 лет я вижу каждый... Вы правы. Да, за 40 лет. Вы правы. Каждый следующий день украинцы отдалялись от нас больше. То есть, условно говоря, если сравнить любой день, любой, то мы видим, что каждый следующий день украинцы отдаляются больше. Они должны пройти свой путь. Они его пройдут до конца. Да. До всего того, что они хотят. Все доведется до абсурда, и маятник очнется назад. Да. А если мы всего этого не хотим, ну, вы понимаете, что они не нужны ни в Европе, нигде. Как всегда, Америка их кинет там, ну, не сейчас, там, через 5-10 лет. Все это закономерно и предсказуемо. Все будет доведено до абсурда, и все, маятник очнется назад, и будет плавный, точно такой же поход в другую сторону. Или нет. Или да, или нет. Когда я говорю да, я начинаю думать. Или да, или нет. Ну, я понимаю. Нет, конечно. Или да, или нет. Мы встретим динозавра, либо не встретим. Да. Понятно. Мы ходим на Тверскую, либо есть динозавр, либо нет. А вот наше сожаление об этом, это же ностальгия по великой стране. Танки в Киеве, прирост территории. Мы, Закарпатами, граничим с НАТО напрямую. Да. Ну, и уже как-то все повеселей. Опять же, движуха. Может быть, поэтому люди хотят вот этого всего. Хотя они сами не понимают, чего они предлагают, и это вообще невозможно. Я не к тому, что я к этому призываю. Да, спасибо. И вы понимаете. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, меня обвинили в Боначи. Я злопамятный, ужасно. Слушайте меня. Значит, смысл в чем? Каждый данный день, каждый данный день за последние 40 лет, больше анализировать не могу, каждый данный день украинцы были дальше от нас, чем в предыдущий, к этому. Понятно, да? Берем любой день. Берем любой абсолютно день. Берем 19 ноября какого-нибудь 87-го года. Да? 19 ноября 87-го года. Значит, 18 ноября украинцы были ближе к нам, чем 19-го. Украинцы каждый божий день от нас отдаляются. А все из-за нашего упрямства? За последние 40 лет. Нет, не из-за упрямства. Из-за того, что происходят какие-то важные большие процессы. Осознание себя как нации, еще чего-то, еще чего-то. Очень хорошо. Я не собираюсь в это лезть. Я не собираюсь анализировать. Я собираюсь сказать вам, что я вижу 40 лет отдаление одной страны от другой в течение 40 лет. Понятно, да? Я это вижу. Я с этим не хочу спорить и не хочу идиотничать. И дальше меня спрашивают. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, а завтра что произойдет? Ну, завтра, условно говоря. 20 ноября. Украинцы будут ближе к нам или дальше? Отвечаю, дальше. Почему я такой делаю вывод? Потому что они 40 лет происходят. Ровно 40 лет это было. Если это было 40 лет, значит, это будет и завтра тоже. Ну, все. Вот мне кажется. Понимаешь? Значит, мне говорят. А может быть, развернется? Может быть. Может быть. Но не вдруг. Но не вдруг. А я сначала увижу эти признаки. Когда я увижу признаки, я вам скажу. Появились первые признаки того, что это развернется. Пока таких признаков нет. Ну, их нет просто. Ну, вот и все. Не надо лгать себе. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Ну, мое личное мнение, что никаких этих братушек украинцев, братушек болгарств, братушек сербов, никаких не существует. Их нет, в принципе. Ни одна, ну, ни одна эта нация, ну, все не стоит дружить. Ну, это все фантом и самообман. Я считаю, что это просто территория, которую нужно рассматривать с точки зрения своих интересов, ну, и где-то там в десятой строчке учитывая, что там есть какие-то туземцы. Вы знаете, начиная, вот я вам хочу сказать, нет, давайте, давайте скажем следующее. Дело в том, что существует история. И до монгольского нашествия, до монгольского нашествия украинцы играли колоссальную великую роль здесь, на этих землях, где мы сейчас с вами, где вы сейчас едете. Например, город Москва создан киевлянином, вы знаете. Ну, киевлянин создал этот город вообще, в принципе, да. Значит, это первое. А потом огромная снова роль после унии, после унии хлынули сюда украинцы в огромном числе, рассказали русским, что греки по-другому крестятся, вызвали раскол здесь, значит, и так далее. И их роль потом, много веков, была гигантская в России украинцев. Значит, поэтому, когда вы сейчас говорите, что их не существует, я вам рассказываю. Они правили Москвой, Днепропетровцы и так далее. Никита Хрущев, да, прошу вас. Наверное, немного неправильно поняли. Я не в том плане, что их не существует как нация, я в том плане, что в нашем планировании и в нашем виде... Да-да, надо исходить, что они не... Никакие не братья. Никакие братья. По крайней мере, братьев нет. По крайней мере, братьев нет. С одной стороны, это, с другой стороны, вы иногда там, ну, на мой взгляд, сами себе противоречите, говорите, что Москву оставали киевляния по... Киевляния, нет, киевляния конкретно киевляния. А то, что вам в Йоханах будет? Да, нет, нет, нет. Ну, понимаете, и их не оставали туземцы. Это понятно, это понятно. Просто я вам говорю, что они играли роль. Играли роль. Они раздавали... Они раздавали их... Их из гнезда киевского разъезжались князья по всей Руси править. Из гнезда киевского, от великого князя. Понимаете? Значит, Украина, то, что сейчас Украина, те края, играли гигантскую роль в жизни этой земли, где я сейчас. Гигантскую роль. Например, этот город основал киевлянин. Киевлянин, человек, который родился в Киеве, который основал этот город, плюнул и уехал снова в Киев. Понятно, да? Ну, ему здесь не понравилось. Понимаешь? Там, кстати говоря, было сложнее в Киеве. Его же там, предположительно, убили. Из-за династических споров и распорий. Понимаешь? Но он отсюда уехал. Сказал, климат здесь никуда, посмотри на небо. Что это за небо? Это что, небо? Это не небо, это дерьмо собачье. Вот и все. Он говорит, я поеду в Киев. Все. Понимаешь? И он уехал. Значит, и огромное значение после унии. Киевляне и вообще украинцы хлынули сюда. Очаровали здесь всех. Очаровали настолько, что устроили, я так считаю, устроили церковный раскол. Понимаешь? То, что они же научились щепоте креститься, рассказав, как греки крестятся. Понимаешь? То есть это гигантский наплыв был украинских священников и так далее, и так далее. Понимаешь? И они здесь учинили дурдом настоящий. Настоящий дурдом. Отчего тут ломанулись эти все старообрядцы. Ну, кстати говоря, которые способствовали поколению Сибири. Потому что старообрядцы ломанулись через Пермский край в Сибирь, огромным числом колонизируя Сибирь, в бегстве от украинцев, в сущности. Русские бежали от украинцев в Сибирь. Вот примерно так. Хорошо. Значит, их роль огромна была. Огромна. И сегодня русский, вероятно, скорее... Я сейчас, может быть, скажу культурологическую вещь, которая многим покажется небезопасной. Но если говорить о том, с какими южанами сегодня легче обычному русскому, с какой-нибудь, так сказать, там, с какой-нибудь Ярославля. Вот обычный русский из Ярославля. Не будем брать Москву. Этот русский из Ярославля будет говорить с южанами. С южанами. И эти южане будут, например, какой-нибудь киевлянин, это будет Ставрополец, и это будет житель Махачкалы. С кем из этих трех ярославцу будет культурная идентичность позволять вступить в контакт быстрее? Киевлянин, Ставрополец, житель Махачкалы. С кем из этих трех человек русскому будет легче контачить из Ярославля? Ты не слышу? Ну, я думаю, что, может быть, с киевлянином и Ставропольцем примерно одинаково. Киевлянин и Ставропольцем примерно одинаково. Да, мне так кажется. Ну, я не знаю. Я, на самом деле, в действительности знаю людей из Дагестана. Мы с Донецкой площадки вместе гуляем и абсолютно без проблем общаемся. Вот. Не почувствовала никакой разницы. Но новости и фотографии, которые оттуда долетают, они говорят о совершенно иной жизни. Отличной от московской. А вот на Ставрополье и в Киеве живут так же, как и в Москве примерно, насколько я поняла. Вот тоже. А так фактически, эмпирически я не проверяла и не общалась, в отличие от вас. Вы, наверное, со всеми общались. Хорошо, я общался со всеми. Ну и как, я правильно угадала, нет? Ну, мне, по крайней мере, прежде, до 13-го года, с киевлянами было понятно. Я сейчас просто пытаюсь сравнить их со Ставропольцами. Ну, киевляне, конечно, провинциальны. Мне казалось, что они провинциальны, но они такие все-таки на уровне Саратова такого. Киевляне примерно Саратов. То есть, Ставрополь, конечно, поменьше городок. Ну, так, да, примерно одинаково. Ну, нормально, в общем, общались мы, нормально. Нормально, нормально, все понятно. Все понятно сразу. И, а тут надо быть осторожным, если это, ну, это все-таки инокультурная среда, Дагестан. Инокультурная. Да, я тут буду уж стрематься, рассказывать, например, что Аножка угощала меня салом. Я буду думать, что про меня подумают. Не окажется ли это негативной информацией. Аножка угощала меня салом. Например, фраза. Она сделала бутерброд из сала и угощала меня. Я скажу эту фразу абсолютно легко, с открытым сердцем киевлянину. Я скажу это точно так же Ставропольцу. Значит, и даже по спорю, умеют ли они солить сало. Но когда я буду говорить с дагестанцем, я подумаю, эта мысль пресечет меня в середине фразы, стоит ли вообще это говорить, потому что это может каким-то негативным образом сказаться. И не последуют ли какие-то ругательства или еще что-то. Или я, может быть, оскорблю кого-то. Понимаешь? Харам. Что-то такое будет, да, да, да. Мы были с моим садовником около моей мамы, когда она упала и вот плохо себя чувствовала. И она сказала, ребятки, вы намотались, у меня там такое сало, идите сало, поешьте. И я сказал, ну она больная, сказал я садовнику, она болеет сейчас, она болеет. И не стали при нем? А? Не стали при нем? Нет, ну нафиг, потом он меня ночью зарежет. Да ну зачем это надо? Я стремаюсь. Я сало ем тайно. Как мама-то ничего хочет? Ничего, нормально. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 9.30 в Москве, в студию Ольга Данилевич. Здравствуйте. Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в декабре. Срок оглашения послания президента Федеральному собранию пока не определен. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, скорее всего, Путин выступит с посланием уже в следующем году. Песков не смог назвать точные даты этих мероприятий. На прошлой неделе СМИ сообщали, что большая пресс-конференция может состояться 20 декабря. Источники РБК, близкие к администрации президента, отмечали, что эта дата в Кремле значится в качестве основной. Дата встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Аргентине пока не определена. С 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдет саммит Большой двадцатки. Как сообщил ТАСС-помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе этого мероприятия запланирована встреча лидеров двух стран, однако даты и время еще согласовываются. Ушаков добавил, что Москва рассчитывает на более-менее обстоятельный разговор. Он отметил, что пока не знает, будут ли подписаны итоговые документы. Погибший вице-спикер Красноярского ЗАГС-собрания оставил предсмертные записки. Как сообщила Интерфаксу официальный представитель краевого главка СКР Ольга Шаманская, их обнаружили в доме Алексея Клешко и в его рабочем кабинете. Что в этих записках, пока говорить не можем. Одна из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи, добровольный уход из жизни, добавила Шаманская. Тело 48-летнего Клешко было обнаружено сегодня у его дома на улице Декабристов в Красноярске в Краевом парламенте. Он работал с 2001 года. Также Алексей Клешко был известным красноярским журналистом и телеведущим. В России может увеличиться стоимость колобасных изделий. Как сообщают известия, Минздрав поддержал введение налога на такую продукцию. Издание отмечает, что с предложением ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, колбасу, сосиски и бекон, выступил экспертный совет при правительстве. Отмечается, что это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%. Авторы инициативы отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания. Издание подчеркивает, что документ уже получил одобрение Минздрава. При этом в ведомстве добавили, что конкретные меры пока не принимаются. Против акцизов выступили производители мясной продукции. В завершении о валюте официальный курс доллара 65 рублей 99 копеек, евро 74 рубля 90 копеек. И о погоде в Москве сейчас плюс один, завтра от одного до четырех мороза и небольшой снег. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. Рублевский. Дарим Италию. Купите сыровеленную колбасу производства Рублевский и выиграйте путешествие на двоих в Италию. На родину Салями. Пять роскошных видов, пять роскошных вкусов. Салями Даль Борго. Салями Даль Норчино. Салями Контадино. Ботега Милану. Браво Маэстро. Купите сыровеленную колбасу производства Рублевский и выиграйте путешествие на двоих в Италию. Срок проведения акции по 29 декабря 2018 года. Подробности в организаторе акции и правилах количества призов в порядках получения на сайте darimitalia.rf. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. Радио Говорит Москва совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь Ярославу Офицерову. Ярослав долгожданный и единственный ребенок в семье. Из-за гипоксии и недоношенности состояние ребенка после рождения было очень тяжелое. Мальчик сам не дышал. Неделю Ярослав провел в реанимации, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Целый месяц ребенок получал питание через зонт. Неврологи ставили задержку психомоторного развития, синдром двигательных нарушений. В год Ярославу поставили диагноз ДЦП. На днях мальчику исполнилось 7 лет, и он стал первоклашкой. Веселый и жизнерадостный ребенок любит кататься на машине и слушать современную музыку. Несмотря на то, что Ярослав самостоятельно не стоит, не ходит, не говорит, мама не оставляет надежды и готова день за днем поддерживать сына за ходунки. Ребенку необходима постоянная реабилитация. Вы можете помочь Ярославу Офицерову и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком Говорит Москва Патрулировать будут Москву с вертолетов. Ну наконец, мне так легче стало. Отвегу я. Нет, ты не права. Ты не права, это и есть прогресс. Что будет? Тебе вот командный пункт какой-то наверху. А прожектор будет светить в окно? Нет, Москва, она рискует провалиться. Ты знаешь, что здесь карстные отложения? В ад. Не в ад, а подземелье. В ад с твердым знаком. Нет, просто хотел бы узнать. Ты понимаешь или нет, что под нами пустота, что мы живем на пустоте? Конечно, я знаю. У нас есть несколько параметров, которые говорят мистически о Москве, характеризуют это прекрасное место, которое построил киевлянин, как вы хорошо знаете. Два есть важных параметра. Под нами есть подземное море, то есть пустота. Пустота, куда мы можем не зринуться к чертовой матери. А с вертолета это все будет снято на слоумо. Нет, а потом они будут думать, куда же им садиться? Они такие взлетят и будут парить, как парящий такой командный пункт, понимаешь? Нет. А второе обстоятельство, которое, как вы помните, характеризует Москву, она находится на реке Москва, которая впадает в Аку, которая впадает в Волгу, которая впадает в никуда. То есть мы знаем, что все усилия, рожденные в Москве, они энергии, энергии Москвы, рожденные в Москве, они впадают мистическим образом через воды в никуда. То есть это все идет в никуда. Куда идет Москва-река? В Аку, Ака, в Волгу. А эта Волга куда? В никуда. Она идет в никуда. Она не впадает в океаны, понятно, да? Волга не ведет в океаны. Но есть решение. Она не ведет на эту планету, она ведет в фантазию, в никуда, в никуда. Решение есть. Да, прошу, какое? Прокопать, где-то в ближайшее Черное море, канал, каналец, сушить и кончать на Каспии уже. А? Нет, в дырку. Какую дырку? Нет, а вы знаете, что куда девается вода из Каспии? Я интересовалась этим вопросом. Знаете, что с ней происходит? Да, да, да. Почему он не выходит из берегов? Она испаряется просто. И возвращается к нам в виде облаков, между прочим. Ну, я не знаю, как там розы ветров, ну, то есть, в смысле, круговорот воды в природе, так что все нормально. Это, на самом деле, по большому счету не важно, куда что впадает, потому что круговорот воды. Вот. Да, слушай. Значит, я... А, я хотел сказать, что... Ясно, понял. Значит, я хотел сказать, что территорию Москвы по ночам начнут патрулировать вертолеты. Санитарные вертолеты начнут кругосуточно патрулировать территорию Москвы. А мне кажется, надо повесить штук 8 над Кремлем, и чтобы они там болтали своими винтами. Почему? Вот как бы ты организовал дежурство в санитарных вертолетах, будет много. Я бы дирижабли повесил. Нет, посмотри. Значит, ты можешь пустить 6 по МКАДу. 6 вертолетов я бы сделал. Ход, понятно? Ну, 6 или сколько? 4. Каждые 15 минут, ну, условно говоря, представим себе МКАД как циферблат. На каждые 15 минут поставить по вертолету, и чтобы они шли над МКАДом все время. Но это не очень рационально. Потому что им тогда надо... Сказать, они будут далековато от центра. Вдруг в центре что-то случится. А можно 4 вертолета повесить над Кремлем? Чтобы они постоянно там висели. Постоянно. А что может случиться? Я не очень поняла. У кого-то, может быть, заболеет кошка или сердце. Заболит сердце кошка или какой-то другой орган. Как людей с лишним весом через окна. Да? Знаете, как там выйти не могут. Ну, спасать. А ты знаешь, что это дежурство уже было? Почему только ночью? Как только ночью? Ночные? Ночные. Ну, потому что днем легко доехать, пробок нет. А ночью трудно доехать. Поэтому вот вертолеты. Мать, ты понимаешь? Темно же. Я тебе скажу почему. Темно ночью. В том-то и дело, сразу будет видно, если где-то пожар или что-то. Дежурят вертолеты. Ну, ты не понимаешь, такое было во время чемпионата мира. Пожар. Ну, и хорошо же было. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, это же уже было. Это уже было. Эти вертолеты были на чемпионате мира. Ну, слушайте. Ну, по мне так нелогично по МКАДу пускать все вертолеты. Потому что по МКАДу, на самом деле, скорые-то есть, где проехать. Там, обочина. А где тогда? Надо над Кремлем, я говорю, повесить. Трешка тоже нормальная. Ну, это, скорее всего, в таких местах, ну, как центр, где скорая, вот, ну, она стоит. Над бульварным кольцом пустить четыре вертолета. Над бульварным. Ну, ну, не четыре, но в таких местах, где скорая не проехать. Четыре. Чтобы люди могли только вздохнуть. Быстро вздохнуть, и снова вертолет. Вздохнул, и снова вертолет. Непрерывно. Так ничего нормального. Запустят ночные вертолеты. Ночью, когда в этом меньше всего смысла, как вы понимаете. Ночью. Поскольку скорая помощь приезжает ночью, там, за три минуты, но обязательно надо пустить вертолеты, которые будут 20 минут искать площадку, потом садиться и так далее. Ко вступлению в состав ночного экипажа будут проводиться особые экзамены. Вот написано. Будут особые экзамены. Мне нравится этот город. Я люблю его. Слушай, единственное, что я можно про этот город быстро скажу и все еще. Цена парковки не стоит на месте. Сегодня публикация в Коммерсанте. Тарифы в Москве, скорее всего, повысятся. Слава тебе, Господи. Я об этом прошу много лет уже. 500, 600, 1000. Сколько? Пощечина. Я считаю, что люди за то, что они паркуются, ну, по крайней мере, в центре, должны платить тысячу в час и получать пощечину. От специального офицера от СОДД должен специальный человек давать им пощечину. Шварк по роже. И тот еще, понимаешь? Да. А тот говорит, не хочу пощечину. Тогда две тысячи. Пусть или пощечина, или две тысячи, и все. И пусть по-другому никак. Иначе почему? Нет мест. Какая нахрен вот эта нужна, нужна была платная парковка, чтобы были всегда места? Помните, приезжаем. Мы приезжаем, мест нет. Ку-ку, их нет. Говорили про какие-то лифтовые подземные, как раз пустоты туда машину. Невозможно. МСК, город Москва, стоит на карстовых пустотах, на каком-то подземном море гигантском. Мне некуда там парковать машины, там их можно топить. Прямо под землю топить в этом море, понимаешь? Нет там места. Вот посмотри, город Манхэттен, город Нью-Йорк, 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 Манхэттен. И знаешь, на чем стоит? Вот это все основание всего Манхэттена. Гранитная скала. Весь Манхэттен, весь Манхэттен, весь чертов остров. Это гранитная скала. Поэтому там можно строить любые небоскребы, все, что хочешь. Они просто... Но и не подземные парковки. И подземные парковки тоже. Им ровно пофиг. Они вынимают гранит, этот гранит вынимают, это трудоемка. Но это никаким образом дальше влиять ни на что не может. То есть она не движется. У нас известняк здесь, и постоянные пустоты, и еще вдобавок там подземное море внутри, куда мы однажды провалимся. Понимаешь, к чертовой матери. Да-да. И выживут только те, кто будут в вертолетах. Да. Нужно, чтобы мэры, вице-мэры летали все время. Сейчас дежурный в воздухе Собянин, на завтра Бирюков. Ну, кто-то в воздухе все время должен быть, кто-то в воздухе. Как это такой летающий командный пункт, понимаешь? Все время над кольцевой. Вот так, чтобы мы понимали, что... Какие-то мечты ханяя Миядзаки в этом виде. Они там живут в этих летательных аппаратах. В Снафе. Да, в Снафе тоже. На Дуркане высится Бизантиум. Лапута там. Лапута, Лапута, Лапута. Лапута это другое, дорогая. А что это? Лапута, ты переходишь на иностранные языки. А Лапута не это страна, которая висящая страна. Ну, хорошо. Давайте вернемся. Значит, они хотят... Я считаю, что нужно повысить цены таким образом, чтобы всегда была парковка. Вот и все. 200, 200, 300, 300, 400, неважно. 5 тысяч, 5 тысяч. Просто всегда должна быть парковка. Вот в чем дело. В этом же, в этом же дело. 7373-948. Алло, здравствуйте. Добрый день, Андрей Спасатель. Здравствуйте, Андрей. Вертолеты хотел коротенько. Скажите про вертолеты. Нам ужасно интересно. Да и нет. Скажите, ну, когда Москва обрушится в Тартарары? Да, чертила, не знаю. Но стоит пока. Пока стоит. Пока нет. Не сразу, да? Да, не сразу. В стену будет погружаться. Ладно. Скажите про вертолеты. Вертолеты, ну, очень интересная стука. Вот тут выяснилась такая вещь, что самая могущественная организация в Москве – это санэпидемстанция. Потому что именно они запрещали ночные полеты, потому что им жаловались бабушкам, которым мешают гул винтов в больнице. Да. Вот, они жаловались и все. Видимо, договорились с бабушками, и теперь можно будет летать по ночам. Что на самом деле очень важная штуковина. Потому что Москвы и улицы заузили настолько, что любое ДТП вызывает коллапс, который невозможно объехать даже коричь в скорой помощи. Это правда. Наша единственная выручка – это вертолет. Слушайте, знаете, извините, у меня вопрос. Я однажды жил в Мадриде. Ну, недолго, там, недели три, да? И я обратил внимание, а я жил недалеко от больницы. Я обратил внимание, что все время вводят скорые помощи. И мне потом мадридцы сказали, что запрещено ездить с больным без сирен. Причем включенных на полную мощность. Не как у нас делают, там, тихонечко, да? А, значит, то есть, если вы живете около больницы, у вас каждые, там, три минуты пролетает скорая помощь с сиренами. Вот, понимаете, как там люди живут? Это закон. Это закон. Такой же закон есть, но его просто никто не соблюдает. Да. Спасатели, пожарные. Спасатели, пожарные, скорые помощи, вообще любая машина с мигалкой не имеет права в Мадриде передвигаться, если она не включила этот свет, проблесковый маячок, и сирену. Она не имеет права просто. Вы знаете, кто у нас соблюдает 100% этот закон? Нет. АМР, ЕКХ. А они разве включают все время сирену? Они всегда ездят. Нет, они молча едут, потому что его величество не хочет слышать это дерьмо. Он не хочет, чтобы мы ему мешали. Ну, что вы? Вы обратили внимание, как мои зрители стали, московские водители, к ним относиться? Я прям вот просто радуюсь. Ну, вы знаете, на самом деле, на самом деле, они же уже приняли какой-то закон о неуважении величества. И этот закон, каким-то образом они могут тоже нас как-то фотографировать и что-то такое? Да это ради бога, ничего страшного. Там штраф такой минимальный. На самом деле, пропускайте скорые пожарных и не пропускайте. Скорые, скорые, скорые я пропускаю просто, как заяц метнувшись, просто метнувшись, я пропускаю скорые. И даже когда им на хвост садится какой-нибудь наглый калужский номер, или, так сказать, там, значит, когда им на хвост, ну, специально, чтобы скорая чистила дорогу. Ребят, я и это пропускаю. Пожалуйста, главное, скорой дорогу дайте. Скорой. И все. Но, понимая, что сложнее и сложнее проезжать чисто физически. А эти вот, когда начальники едут, я вам скажу, что я настолько верноподданнически настроен, вот я правду сейчас говорю, я настолько верноподданнически настроен, что я останавливаюсь, как вкопанный. Если вот они сзади загудят. Да, нужно еще выходить из машины и попросить. И спрашивать, нет, я говорю, да, что делать, что делать, руки за голову и все. И на капот, ложусь, причем к ним. На капот, да, 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 абсолютно. Нет, я верноподданнически всегда останавливаюсь просто, как лист перед травой, помнишь, встань передо мной, как лист перед травой. Я вот, если у меня сзади этот самый какой-нибудь сановный автомобиль, я моментально как вкопанный, как сукин кот и готов лечь и расплакаться, расплакаться, целовать им, целовать ноги, все готово. Обгрызть ногти на ногах хочу, я лезу, чтобы обгрызть ногти на ногах. Из верноподданнических побуждений, ты понимаешь, нет? Да, понимаю. Все, поехали дальше. Нет, значит, про стоянки, мы говорили про стоянки. Да, говорили. Я считаю, смысл должен быть в следующем. Пожалуйста, пощечина, что угодно. Но должно быть так, чтобы были пустые места. Сергей, а вы не ужаснетесь, когда цены повысят, а мест не будет? Значит, дорогая, еще надо повысить, еще надо повысить, еще надо повысить. Все, понятно, да? Я исхожу из следующего. Я заплатил, вот моя мысль, главная, да? Я никуда не езжу. Первая мысль. Вторая мысль. Если я езжу, то там, как это сказать, я там быстренько детей у школы высадил и все. Значит, я езжу, куда еще? Ну, все, наверное, все. Еще на даче, там я бесплатно ставлю. На работу у меня, у нас здесь парковка есть, понимаешь, да? Ну, на работе. В смысле, служебная, куда меня пускают, понятно, да? Я езжу к дому. К дому поставить машину невозможно. Ну, сейчас-то возможно? Невозможно. Или опять столово-возможно? Невозможно. Четырех мест не хватило. Не важно, мало, мало. Я хочу, чтобы сделали 500, 600 за час, тысячу за час, плюс пощечина, значит, тому, кто паркуется. Потому что у меня резидентное разрешение. Три тысячи в год. Рублей. Да. Я бы давал, пожалуйста, 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 я готов платить три тысячи в год, плюс пощечина, но я имею резидентное разрешение. Но я могу, я приезжаю, у меня нет ни одного места. Ноль. Понятно? Мест ноль. Понимаешь? И все. Ну, это очень плохо. Надо сделать так, чтобы места были. А как это сделать? Меня не волнует. Ну, сделайте так, чтобы места были. Нам, резидентам. А что у вас там с ездом во двор? Шлагбаумов нет? У нас есть шлагбаум, но у нас изысканно много машин. Мы очень обеспеченные люди. И поэтому, когда ты заезжаешь во двор, то поставить машину, в общем, негде. Еще у нас там офисы всяких предприятий. Например, там красить ногти можно, еще какие-то там другие важные предприятия. Значит, и там... Волосы в розовый цвет. Вот, вот, вот. Вот там можно все это делать. И там сотрудники, насколько я понимаю, имеют право выписать пропуск друг к другу. И они тоже загаживают наш двор своими уродскими машинами неприятными во всех отношениях. Ладно, хорошо, двигаемся дальше. Ну, мы фактически, мы фактически вылечили игумена. Ты знаешь, это, вот, так сказать, его отваги... Нет, да, нет, от Питерастии. Он не... Нет, ты пойми. Гаутама Будда, Гаутама Будда однажды накормил собственным мясом тигрицу. Да, конечно, да. Все помнят, все дальше помнят об этом случае. Гаутама Будда увидел голодную тигрицу, которая готовилась испортить карму. Готовилась, она хотела испортить карму. И Гаутама Будда отрезал у себя мясо и дал тигрице, чтобы она не испортила карму. Чтобы она кармически не понизила собственный статус. Ну, а ей надо было кормить секрет, поэтому ничего не поделаешь. Вот, и мы точно так же, говорит Москва радиостанция, мы спасли кармически священника. Господи, за это одно нас всех надо в рай... Но не сразу. Лет через 200. Слушайте, ну правда, был порочащий священный сан священник, который пытался полюбить своего какого-то юношу, который там, ну почему-то они там юноши там все, 20-летнего. Ему захотелось мяса потрогать, 20-летнего помощника Даниила он хотел потрогать. Вот, и всячески ему предлагал это. Сесть поближе, в комнате выключить свет, вообще любить и так далее. Любить, а если это мужчина, вот можно ли любить мужчину? Он все время затевал с ним разговоры. То есть он был на грани, на грани, мать, кармического греха. И мы его сейчас уволили к чертовой матери и отправили в монастырь послушникам этого ягумена. Значит, мы его избавили, внимание, мы избавили его от кармического греха. Мы очистили карму этого доброго человека. Он только помыслом. Что я придумала эту карму? Будда ли? Карму придумали индусы до Будды, я тебе хочу сказать. Да, да, да. До Будды, до Будды, да. Это интересно вам. Кармический грех, это все придумали индусы до Шекиамуни. Какие умницы. Да. Молодцы, хорошая ситуация. Без священника, мы его очистили, мы не дали ему совершить грех. Будда. Временно, да, до следующего этого. Нет, ну почему, какая у тебя разница? Не, не, какой. Ну это все-таки, согласись. Слушай, про Курилы ты будешь говорить или нет? Обязательно. Ты считаешь, что Курилы это ерунда, по-твоему? По-моему, нет. Ты понимаешь, что Курилы, скорее всего, того-сего? Я так посмотрела на последние наши голосования и поняла, что, наверное, раз люди так думают, то, наверное, уже все готовы к этому. Да, да, все готовы. Все готовы, но всем плевать. Скажите, пожалуйста, я хотел проголосовать. Это телефонное голосование, пожалуйста, примите участие. Значит, вопросы мы сформулировали так. Вы думаете, что дело идет к тому? Я так пытаюсь закрутить. Секундочку, я посмотрю, как у меня в телеге написано. А у нас разве не было уже такого голосования буквально накануне? Нет. Нет, мы говорили, отдадут или не отдадут. Да, а теперь? И как вы бы к этому отнеслись? Но каждый день новые новости. Теперь новость, что они возьмут острова, но не будут размещать там американские базы. Они теперь возьмут, но не будут размещать американские базы. То есть, как бы каждый день какие-то новые информации приходят по островам. Дело пахнет передачей Японии островов. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Каждый день что-то новенькое. Дело пахнет передачей Японии островов. 134, 21, 35. Да, 134, 21, 36. Нет, по вашему мнению. Я говорю о том, что вы слышите из информационного потока. 73, 73, 94, 8. Не хотите ли вы? Это другой вопрос. А насколько это звучит уже как похоже на то, что будет? Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Доброе утро, Сергей. Сергей Москва. Знаете, я хотел сказать, а кто? Вот я все это слушаю последнюю неделю. Я так понимаю, это один человек принимает, потому что вот я так слышал, что вот как у него, как он решает видение пути на будущее там лет 100, 200, так он и решит. Ну, я про Путина. Имеет суду. А не положено такие вопросы решать референдумом? Референдумы в России... Нет, я конкретно этот вопрос, Сергей, пожалуйста. Любой вопрос. Ну, вы сейчас клоните к тому, что референдумы просто у нас, они бесполезны. Нет, референдумы в России, во-первых, бесполезны. Я вам устрою любой референдум. Дайте мне телевидение на два месяца. Ну, хорошо, на шесть. Значит, а во-вторых, они нереальны. В России референдумное законодательство устроено таким образом, с 2003 года изменилось законодательство, таким образом, что они невозможны. Невозможны. Нет, нет, референдум невозможен. Я думаю, в разговоре, что один человек может принять решение судьбу этих островов, потому что потом... Ну, это один человек. Это один человек. Нет, один человек — это не человек, а орган власти. Президент — это нет, нет. Президент — это важнейший... Ну, все понимаем. Что значит, понимаем? Это орган власти. Ну, да. И это выбираемый орган власти. Это же не, так сказать, откуда... Нет, тут вы правильно говорите. Мы его выбрали, мы дали ему полномочия. Абсолютно верно. Значит, смотрите, президент — это не человек, а орган власти. Дайте сказать, есть человек, и вы можете им интересоваться, испытать симпатию. Это все круто. Но, кроме того, никогда не забывайте, что президент — это орган власти. Всякий раз, когда вы думаете о президенте, помните, что есть человек, а есть орган власти. Это орган власти. В Российской Федерации важнейший орган власти, наделенный существенными, с моей точки зрения, полномочиями. Поэтому, когда вы говорите, вот орган власти не имеет права. Что значит, не имеет права? У него есть законы, описывающие его права и обязанности. Что значит, человек не имеет права? Что значит, человек? Это не человек, еще раз, а орган власти. Имеет. Какие права он имеет? Смотрим по законам, там написано. Все буквами написано. Буквами прямо вот по бумаге все написано. Поэтому не надо выдумывать ничего, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Добрый день, Сергей Морозович. А вы знаете, я бы согласился все-таки с прошлым звонящим, да, потому что действительно у нас в последнее время президент, ну, кстати, говоря законом, вот если мы скатываемся в юриспруденцию, не предусмотрено, что он имеет право единолично принимать решения о распоряжении территориями Российской Федерации, да? А сотрудничество имеет право? А сотрудничество имеет право? Если он говорит о совместном освоении, например, то почему не имеет? Ну, понимаете, что подразумевает совместное освоение? Ведь вопрос островов элементарно просто одним термином, да, определяется суверенитет. Чей будет суверенитет над островами, да, вот, собственно... Знаете, я не юрист. Я не юрист. Но я вам скажу вот очень важную вещь, которую я уяснил за последние примерно 20 лет, да? Значит, я точно знаю, что Путин юрист, и он лично... Ну, естественно... Нет, 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 а я знаю. И по практике он очень мыслит параграфами. Он очень мыслит параграфами. Он точно знает свои полномочия. Поэтому не надо здесь беспокоиться. Нет, это понятно. Вопрос, давайте, если можно, перейдем к островам непосредственно к вопросу, которые на голосовании. Вот, например, считаю тоже, что назревает ситуация, что мы как-то уступаем позиции островам. Я закрою это голосование 74 на 26. 74 говорят, что дело пахнет керосином. Я тоже голосовал по первой позиции, да? 74. Вот, и, собственно, почему-то кажется, что мы уступаем непонятно, почему только мы уступаем. Ведь у нас действительно есть все права на эти территории. Кроме Японии, они, между прочим, никем не оспариваются. Да и самой Японии не оспариваются, а просто не признаются, да? Если надо пошло. Почему мы уступаем? Ну, то есть зачем нам это нужно? Из курса географии, класс 10, да, вот нам рассказывали, почему вообще нельзя отдавать никакую территорию свою, да? Да. Потому что как только мы отдаем хотя бы метр, сразу появляется еще кто-то, кто начинает претендовать. Еще, еще я скажу. На каждый квадратный сантиметр России, если взять историю, как бы, глубину на 30 тысяч лет назад, от мамонтов, пойти от мамонтов, всегда есть кто-то, кто может сказать, а вот мы здесь были, и все. Абсолютно верно. И сейчас, как только мы уступим в Японию, а мы начинаем, почему-то, ну, по крайней мере, так с виду кажется, может, это не так, да? Да. Дербент был арабской крепостью, Дербент был арабской крепостью, сейчас арабы скажут, товарищи дорогие, товарищи дорогие, это наша крепость Дербент, ну что, ну что, ну что, ну это же правда, правда, ну и что? Ну, понимаете, в чем дело? Вот прав наш слушатель, и очень прав, он говорит, действительно, что каждый метр может быть кем-то оспорен, понимаешь, что это там, начиная с динозавров и медведей. Но мы действуем исходя из наших каких-то текущих интересов, а не смотрим на 30 тысяч лет назад, нам же все равно, что там было, да? Да-да-да, нет, 30 тысяч лет назад были мамонты, а не динозавры, абсолютно верно. Мамонты. Значит, мы должны, мы даже мамонты владели этой землей, ну что теперь, значит, отдадим все мамонтам. Да, хоть бы и динозавры, но неважно. Нет, динозавры 65 миллионов лет назад, 65 миллионов, извините. Тут надо быть точным. Значит, я хочу сказать, на каждый квадратный сантиметр кто-то может сказать, я здесь был, а наши здесь были. Ну, были-были, что теперь было? Было-мало, что было. Что мы будем ерундой-то заниматься, правильно? Было-было, а теперь-то посмотрите на карту, вот видите как, а вот так устроилось все. Значит, же рассказывают, что там было, там были айны и медведи, больше ничего там не было. Там были айны, там и японцев-то не было, японцы же шли с юга. Они и в Хоккайдо, в общем-то, пришли не так давно, японцы. Там были айны, народ айнов. Все подозрительно похожи очень сильно на японцев. Вы смотрели на эти фотографии? Да, 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 я очень интересовалась этим вопросом. Ничем не похожи, ничем. Они узколицы, они узколицы и никак не монголоидные. Айны похожи, в смысле, японцы круглолицые, а айны такие у них вытянутые лица. Ты расистка. Она расистка, новости. В смысле, это движение. Подъем в движении. Нет, нет, сейчас было российское высказание допущено, что они все на одно лицо. Ты сказал, что они монголоидные, монголоидные внешности у них. Оля-ля-ля. Про одно лицо ни слова. Оля-ля, 19 век, speak white. Я тебе русским языком объясняю. Оля-ля, пошел расизм. Нет-нет-нет, монголоидов тоже можно различать, уж поверь мне. Вы мне это говорите? Да. Я большой спец. Я все чесы прошла от интернета, на отличие корейцев от китайцев от киповцев. Правда? Конечно. Умница. Хорошо. Ребят, давайте я скажу вам. 700, значит, 678 тысяч машин, 101% по-прежнему на улицах Москвы. Ничего такого нового не поменялось. Все плохо едут. Каширское шоссе 6 баллов в центр. Липецкая, 4 балла в центр. Новости. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. 10 часов в Москве. В студию Ольга Днилевич. Здравствуйте. В Кремле назвали заявление Польши по Северному потоку-2 неудачной инсинуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот проект выгодным и экономически обоснованным. Цитирую, причем он экономически привлекателен не только для поставщика Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии, сказал Песков. По его словам, объемы потребления газа в Европе растут, особенно в тех странах, которые играют роль локомотива европейской экономики. Ранее польский премьер Матеуш Моровецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода Северный поток-2. По его словам, цитата, эскалация агрессии в отношении Киева может последовать, когда украинская газотранспортная система перестанет играть для Москвы столь важную роль. Далее цитирую, подобные инсинуации, это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны США. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо, уверен Песков. Кремль не исключил участие президента в съезде Единой России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин делал это и в предыдущие годы. Съезд Единой России, насколько я знаю, действительно готовится. Нельзя исключать, что Путин примет участие, сказал Песков. Как ожидается, партийный съезд пройдет в декабре. Зоозащитники провели акцию на Цветном бульваре в Москве. На здании цирка Никулина они вывесили баннер «Животные не рабы». Кроме того, активисты жгли фаеры. По данным новой газеты, это произошло перед началом представления в цирке накануне. Через некоторое время охрана учреждения убрала баннер. Информации о задержанных не поступало. Женщины в Москве претендуют на зарплату на 6 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Результаты исследования ожиданий представителей 17 профессии подготовил портал «Суперджоп». В некоторых резюме разница составляет 12 тысяч рублей. Наиболее значительно отличаются зарплатные ожидания архитекторов. Мужчины в среднем претендуют на доход в 85 тысяч рублей, женщины в 73 тысячи. Минимальная разница у программистов 1С. Мужчины рассчитывают на зарплату в 120 тысяч рублей, женщины в 118 тысяч. Далее цитирую. Сравнение результатов аналогичных исследований 2010, 2014 и 2018 годов демонстрирует возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места. Четыре года назад зарплатные ожидания женщин соответствовали предложениям. По большинству позиций сегодня женщины чаще всего претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях, говорится в результатах опроса. В завершении о валюте официальный курс доллара 65 рублей 99 копеек, евро 74,90. И о погоде в Москве сейчас плюс один, завтра от одного до четырех морозы и небольшой снег. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Найти лекарство за полминуты. Заказать препарат за полцены. Выбрать аптеку на полпути к дому. Все это может сайт asna.ru. Давайте экономить. Ему дон 40 таблеток за 539 рублей. Внимание! Asna.ru вызывает привыкание к удобству. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Сколько гостей поместится за праздничным столом? Обычно не более 10. В квартире от А101 с кухней-гостиной места хватит всем. А101. Живые квартиры с кухней-гостиной на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. 127-8797. Застройщик ООО А101. Проектные декларации на сайте asna.ru. Телефон рекламной службы 737-8747. Код 495. С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина История конфликтов. Каждое воскресенье после 12 часов. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры на яркой стороне Москвы. 495-127-8797. Проектные декларации на сайте asna.ru. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа, пастушок, поиграешь. Ранья дров, Сережа, в серебре на рожак. 10 часов 6 минут. Понедельник, 19 ноября. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это Радио Говорит Москва. Говорит Москва. Анастасия Янушко, ведущая этой программы. И Сергей Доренко, доброе утро. 66,01 доллар у нас к рублю. 75,29 евро. Нефть 67,28. Ты все запомнил? 66,01. 67,28 нефть. И 1,1409 главная пара. Ничего, не надо выводов делать. Сегодня понедельник, поэтому... Не будем торопиться. Не будем торопиться с выводами. 1,1409. Ничего экстравагантного, я бы сказал. Слушай, значит, я хотел сказать про... Ты мне поясни, пожалуйста, ты несколько раз в обзоре печати говорил про сосиски. Что с сосисками? Да. Значит, они подорожают как вредные. Да, да, как газировку. Вот накануне хотели акцизы везти, также на абсолютно точно колбасные все изделия. Значит, оказывается, да, акциз, ну послушайте, акциз на продукты, вот почему сало надо есть, ну это же никто не понимает, акциз на продукты переработки красного мяса, а сало это не красное мясо. Его там чуть-чуть совсем иногда бывает, да? Ну это тоже плохо, на самом деле. Крапление. Надо чистое сало, и все. Я, если бы вот последнее сказать, вот я тебе прямо скажу, можно ты меня спроси? Если бы последовательно уменьшалось количество продуктов, мы оказались бы в такой ситуации, когда последовательно каждый день уменьшалось бы там, я знаю, на 10 количество продуктов, которые ты можешь купить или употреблять, а мы бы жили в каком-нибудь из хромированной стали каком-то помещении, там была бы дырочка, и нам бы передавали еду. Мы бы составляли меню, но нам бы каждый раз вычеркивали, вычеркивали, нам говорили, убери 10, убери 10. Но осталось бы один продукт, один, на котором ты должна жить. Ну один, понятно, что я тебе говорю? Ты говоришь, а можно еще авокадо? Ты говоришь, нет. Тогда или авокадо, или авокадо. Все, один продукт. Я бы оставил свиное сало. Конечно. Но если бы мне сказали, свиное сало надо разделить на фракции, я бы оставил свиное сало как последний продукт, единственный, который вы мне давали. Единственный. Или жить долго и калорий много. Да, да, да. Очень хорошо. Но, если бы мне сказали, раздели сало. Какая есть часть сала, которая самая лучшая на свете, от которой ты... Я бы взял кожу, свиную кожу. Вот свиная кожа для меня, я сейчас объясняю. Нет, я говорю некоторые вещи, я доверяюсь вам, товарищи слушатели, я вам доверяюсь. Не для того, чтобы вы морщили свои носы, понимаете? Я сейчас доверяюсь для того, как сказать, по-детски доверяю. Я вам доверяю по-детски. Понимаете, что я думаю, что вы добрые, хорошие люди, такие же, как я. Ну, вы же не такие, конечно. Не такие, конечно, но до какой-то степени. Понимаете? Значит, сало, это хорошо. Но кожа, кожа, которую поскрести ножом вот так вот, понимаешь? Ну, ее же надо же... Сырую, мать, сырую, ее присолить, сырую кожу в этот момент, когда-нибудь обсмолить, присолить и хавать сырую кожу. Вот это последнее. Если бы мне сказали, вот это и есть лучшее, что есть на этой планете. Понятно, да? На этой планете, я тебе объясню. На этой планете есть вещи, ради которых эта планета была создана. Ты понимаешь, нет? Это вещи, ради которых эта планета была создана. Это, безусловно, для чего была создана планета? Для творчества Чехова, для создания МФЦ и для свиной кожи. Вот эти три вещи, три вещи оправдывают существование этой планеты. МФЦ, свиная кожа и Чехов. Мне кажется, вот эти... Нет, я не прав? Нет, я ошибся. Почему ты разнадачен? Как ты садишь в колбасы? Страшно. Теперь вот в ленте все время фотографий колбасы. Нет, там канцерогены. Не ешь. Ни в коем случае не ешь. Везде. Акциз вырастет на 30%, оставив сосудов. Поставив 660 рублей на килограмм. Документ уже подписан. Направлен в Минтруд. Средняя колбаса докторская, средняя, будет 760 за килограмм. Сейчас 600 оказывается. Вырученные после поднятия акции за деньги направят на снижение цен продуктов здорового питания. Мы в это не верим, товарищи. Не надо ля-ля. Никто ничего не понизит. Ля-ля. Никто ничего не понизит. Не надо болтать. Не надо ничего. Болтать не надо. Повысят. Это правда. Эксперт Минздрава заявила, что там содержится канцерогены, которые повышают риск развития рака и так далее. Дорогие мои, так ведь во всем что-то содержится. Например, в кислороде содержится кислород. Вы никогда не задумывались об этом? Он окисляет ваш чертов организм. Он окисляет ваш организм. Ты понимаешь? Может быть, на кислород тоже как-то повысить акциз? Существует какой-то акциз на кислород? Вы знаете, что кислород самым негодяйским образом, негодным, я сказал, подлым образом, даже когда вы спите, окисляет ваш организм. Ведь это стабище. Алло, здравствуйте. Я слушаю вас. Слушай. Доброе утро. Да. Знаете, Алексей Маспан, хочется вспомнить слова президента про санкции. Да. Повыть уже акцизы на все продукты сразу, оставьте нам хотя бы кислород. Да, но он тоже, он окисляет. Это очень вредно. Это вредно. Кислород производит с вами самое страшное, что только существует на свете. Он вас окисляет. О, вы ржавеете от кислорода. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Можно про свиное сало? Смотрите, я под микроскопом уже про шкрябанное сало смотрел, про паленое. Там все равно существуют очень мелкие ворсинки, маленькие свиные. Но когда вы едите кожу, вы по сути шерстью свиной кислитесь. Шерстью. Шерстью. Да, да, да. Да, да, да. И? Нарисуйте дальше, когда она выходит из прямой кишки. Шерстью. Выходит свиная шерсть. Нет, вы знаете, как волосы, они же не перерабатываются, не перевариваются, а кальцинируются под воздействием желчного сока. И в предельных случаях там формируется такой комок, как у кошки. Но вы его не отрыгиваете, как коты делают обычно. Да. А он там застывает. Здравствуйте. Его потом хирургическим путем достают. Нормально. Это у людей, которых расстройство, они свои волосы едят. Вот такая штука. Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Ну все, все, ребят, давайте дальше. Но мы не можем все время висеть на одной и той же теме. Нет, ну как? Нет, все, чертов, чертов. Нельзя. Можно ли научиться из овощей что-то готовить такое же вкусное, как колбаса? Нет, давайте так, давайте так. Надо есть только полезное, правильно? Полезное. То есть сало и петрушку. Нет. Китайскую петрушку. Китайскую петрушку, которая называется листья кориандра. Или кинцай. Кинза. Кинцай. По-китайски. Кинцай. Понятно, да? Едим кориандр, то есть кинзу и сало. Больше ничего. Все. А вы знаете новость про кузнечиков, которых в Лондоне стали продавать? Нет. В каких-то супермаркетах. Они решение приняли принципиальное. Кузнечиков начали продавать. Во Франции? Да в Англии, в Лондоне. Нет, ну там хитин. Ну хитин, нам не нужен хитин. Чему? Зачем у тебя хитин? Как это зачем? Хочется хитина? Белок. Хитин. Хитин там чуть-чуть хитин снаружи только, а все остальное это белок, как мясо. Ты можешь сплевывать хитин, ножки кузнечика сплевывать. Почему ты их пережевываешь и ешь? Надо научить детей. Надо научить. Под грибы. Я детей до сих пор не научил есть хамсу. Они хамсу не могут есть. Хамсу. Что это? Рыбка. Это у вас такая есть бельгийская килька. Не балтийская килька существует. Балтийская килька. Это чахоточные воробеи рядом с нашей хамсой. Мы о ней ничего не слышали. Слышите меня? Килька. У вас есть килька. Балтийская есть. Каспийская килька есть. Это чахоточное существо. Такой выродок. Ужасный, омерзительный выродок. А есть красивое животное. Это хамса. У него спина. У него все. У него осанка. Это хамса. Керченская. Я детей до сих пор не научил есть хамсу. Они не умеют. Значит, я говорю, ну давайте. Все, здесь можно. Это жевать можно. Это нельзя. Понимаешь? Все. А ты мне рассказываешь. В ходе прошедших в субботу акций протеста. Вот я тебе хотел рассказать про экономику. В ходе прошедших в субботу акций протеста во Франции против увеличения цен на бензин и роста налогов пострадало более 400 человек. Вот французы гуляют. Вот французы гуляют. Наши 26 марта 2017 года, по-моему, 17, увидели кого-то там на фонарях, какой-то молодежь Навального, с тех пор ходят, переживают. Французы каждую неделю устраивают вот такое. По 400 человек пострадало. 97, сколько? 14 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали 409. Вышли на улицы 2034. Послушайте меня про французов. Сейчас послушайте про французов. Сосредоточьтесь. Вышли 2034 акции протеста. 287 тысяч французов вышло. 287 тысяч французов. В 2000 акциях протеста. Пострадали в боях 409. 14 в тяжелом состоянии. Значит, пострадавших полицейских 28. Некоторые получили тяжелые ранения. Знаете, почему Франция гуляет? Просто, чтобы вы знали, почему Франция гуляет вот так и пострадавших 400 человек. Вы знаете, почему? Да потому что литр горючего, благодаря какому-то новому налогу, подорожает на 3 цента. На 3 цента. Умножить. На 2 рубля, то есть. Да? Да. На 2 рубля? 3 цента это сколько? Да. Не очень трудно, а? Мне тоже. Не очень трудно. На 2 рубля, да. Наверное, на 2 рубля или 20 копеек. Не знаю. Не знаю, наверное, ну, послушайте. 75 сегодня. 75 с чем-то там евро, да? 75 копеек. 75? 1 цент. Нет. 1 евро, 1 евро, 75 рублей. Соответственно, 1 цент это 75 копеек. Соответственно, да. 3 цента это 2 рубля. Значит, на 2 рубля подорожает топливо. Вот поэтому, вот поэтому вышли 2000 акций, 287, 300-300 тысяч человек вышло. Значит, пострадали 409 человек, 28 полицейских и так далее, и так далее. Вот французы гуляют. У нас абсолютно ничего бы не было. Абсолютно. Понимаешь, вот эта разница между нами и французами. Да. Хорошая разница. Хорошая разница. У нас, мы смирнейшие. Мы лучшие для управления люди. Понимаешь, в чем русские? Русские топовые лучшие люди. Лучшие люди на планете Земля, чтобы ими управлять. Я думаю, лучше нас в этом смысле только китайцы. Ну, китайцы нет. Они очень послушные. Очень послушные. Нет, они послушные. Мы послушнее всех на свете. Только кроме китайцев, может быть. Китайцы еще более послушные, чем мы. Японцы ходят, жгут машины. Китайцы ходят, жгут машины. Кошмарная история. Нет, китайцы. А, я сказал про китайцев. Китайцы жгут машины по решению ЦК КПСС. Там, когда у них ЦК ПК. Когда есть решение ЦК КПК, то тогда да. Слушай, ладно. Хорошо. Про деньги. Давайте про деньги говорить. Хакеры из группы Silence разослали 15 ноября российским банкам письма со вредоносным и программным обеспечением от имени Центрального банка России. Об этом заявили международные компании группы IB, специализирующиеся на предотвращении кибератак. Значит, я скажу, почему русские банки всосали этот вредоносный хакерский софт. Почему? Потому что у нас, наряду с ФСБ, уже существует сверхорган, который полностью некритично воспринимается властью и к которому вообще нельзя подходить. Это ЦБ. ЦБ. Я тебе серьезно говорю. ЦБ, Центральный банк Российской Федерации, обладает настолько серьезным могуществом, я думаю, что большим, чем ФСБ. Большим. Если бы мне сказали, какие сейчас существуют центральные органы в России, которые полностью запрещено критиковать, касаться. Я, внимание, я сейчас не критикую. У меня в кандалах отсюда уведут, если я буду критиковать. Это ЦБ на первом месте, на втором, наверное, ФСБ. Потому что СВР можно критиковать, пожалуйста, АГРУ, только обязательно надо критиковать и так далее. ЦБ. Значит, я тебе скажу, что всегда, когда Путин говорит о Набиулиной, он говорит о полном, как это сказать, он о ней говорит, как о волшебнице. Да. И всегда с абсолютным полным доверием. Это вызывает уважение. И в то же время это вызывает настороженность, потому что Набиулина человек. Как-то не странно звучит. Она человек. И человек, она может передоверять, доверять каким-нибудь замам, помам и так далее. И в этом смысле они могут нахомутать. ЦБ превратился в орган вне критики. ЦБ вообще стоит над всеми. Он парит. Понимаешь, да? Есть президент, есть ЦБ. Все остальные, ну, в хорошем смысле, говно. Я тебе серьезно говорю. Вот сегодняшняя статья. Значит, да. И, кстати говоря, Настя рассказала мне про наших коллег с другой радиостанции. Мы не будем называть. Ты дозвонился, кинули телефон? Нет, не кинули. Но у нас уже на сайте есть эта новость о том, что сейчас иск подается. Я сейчас найду. У нас есть ребята, которые работают на другой радиостанции, на которой с нами работали, которых мы знаем очень хорошо. Которые тоже бузукатят по поводу Югры. Сегодня публикация в Коммерсанте. Коммерсант это газета. Собственники банка Юграни как не могут смириться с происшедшим почти полтора года отзывом лицензии. Алексей Хотин. Основной бенефициар банка, входивший в тот момент. Скажите, пожалуйста, у меня в Югре работала одна знакомая еще в самом начале. Вообще в самом-самом начале, когда они еще сидели около Чистых прудов. Вот там у меня знакомая у них работала. А сейчас я не знаю, где она. Может быть у них, а может быть и нет. Значит, они проиграли. И у них отозвали лицензию. Наши журналисты там подзалетели. Но поскольку они были превышальщики, то есть у них больше, чем положено платить. Да, возвращать. То есть денег никто не вернет. Да, да, да. То они пострадали. Значит, в чем дело? Какие права качает Югра? И почему опасна позиция Центробанка, которая полностью выведена из-под огня критики? Вообще никто не имеет права критиковать Центробанк. Они нашли документы, которые подтверждают... Можно сейчас еще? Нет, подожди, до этого. Я пытался что-то вякнуть год назад или полгода. И я говорил об этом так критично, заглядывая в глаза некоторых важных чиновников. Мне сказали полслова против ЦБ. Полслова. Или просто подползти к ним и что-то спросить. Точно, это было больше года назад. Полтора года назад. Правильно, полтора года. Я говорю, слушайте, ну вот мне надо спросить. Они говорят, полслова против ЦБ. Или просто попытка подползти к ним и что-то спросить. Тебя сотрут в порошок. Все силы империи, все силы этой страны будут брошены на то, чтобы тебя стереть в порошок. Я тогда сказал, значит, ЦБ опасен, если они обладают такой властью, а не опасные люди. Мне тогда сказали, ну и помалкивай. Типа, ты знаешь это, ну и помалкивай. Ну хорошо, значит, сейчас, секундочку. Как говорится на карточке дела в сайте суда, вынесенное ранее решение будет присмотрено по вновь и открывшимся обстоятельствам. А залетели наши товарищи. Бывший председатель правления банка Югра пояснила радиостанция, говорит Москва, что речь идет об опубликованных на сайте вкладчиков России документах, которые подтверждают финансовую устойчивость. Как то, показатель достаточности собственных средств должен был быть у Югры 4,5, не менее 4,5%, а составлял 7,8%. Существенно выше, чем нужно. Другой вскрытие, другой факт. Речь идет о том, что вечером 6 июля 2017 года было предписано создать резервы на 13,4 миллиарда рублей с исполнением к обеду следующего дня. То есть вечером приходит письмо, завтра к часу дня вы обязаны получить 13 миллиардов рублей. То есть их загоняют. Понятно, да, это было убийство. Это было убийство банка, это было убийство банка, заранее предписанное, с издевательскими требованиями. Эти издевательские требования были невыполнимы. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. То есть было предписано кем-то в ЦБ, я не знаю, Набиулиной или кем-то из ее шаловливых замов, просто угробить историю этого банка. Просто угробить. Они это сделали. Они ему говорили, а теперь так, а теперь так, а теперь подтянись, а теперь отожмись, а теперь иди туда не знаю куда. Ну и вот эти вкладчики теперь нашли, приготовили документы, которые подтверждают финансовую устойчивость банка перед отзывом лицензии. Да. И теперь собираются спорить в суде. 10 числа, декабря, они снова начнут спорить. Для меня, для меня понятно, я сегодня читаю об этом в Каберсанте, что они ничего не восстановят. Нет, товарищи, все, кто в югре, прошите мне вам подметить, что сегодняшний коммерсант довольно подробно, хоть и пишет женщина, Ксения Дементьева, показывает, что вы не вернете банк. Вы, может быть, вернете средства. Вы можете, хорошо, но банк не вернете. Вот о чем пишет. Зачем господин Хотин тратит миллионы рублей на почти безнадежные процессы? Сам бизнесмен ответа не дает, но его знакомые говорят, что это чисто личная компания. Вопрос чести и дело принципа доказать, что регулятор был неправ. Нам, банк Хотина, нам, мне лично, я там не был, я никогда не был в югре, я не был их клиентом. Мои друзья, да, мои друзья и залетели вдобавок. Да, мои знакомые, и залетели. Окей, я нет, я никогда не держал деньги, послушайте, что я скажу, ни в одном банке в России, который не был бы хотя бы номинально дочкой иностранного, хотя бы условно дочкой иностранного. Никогда, never, ни полкопейки, нигде, понимаешь, да? Я составил только в тех банках, которые связаны с иностранным управлением. Только в тех. И ни в каких других. М-м-м, на мадурных. Но мои друзья там, в югре, и сейчас они пролетают. Я думаю, банк они не восстановят. Нет, восстановить банк не удастся. Но деньги вернуть тоже неплохо. Деньги, может быть, удастся, может быть, не удастся. Может быть, не удастся. Что они делают на по существу? Коммерсант спрашивает, зачем они бузят? Для меня, для меня лично, главный вопрос заключается в том, что эта буза впервые ставит вопрос, запретный вопрос о деятельности Центробанка. Это запретный вопрос современной России. Югра и Хотин ставят вопрос о том, что Центробанк вообще ничем не контролируется, вообще ничем. Понимаешь? Ни кем. Центробанк пользуется полным доверием всех органов власти. Центробанк пользуется страхом перед ним всех органов власти, абсолютно всех органов власти. Все боятся Центробанка. Центробанк вообще воспринимается властью некритично. Абсолютно запрещено его критиковать. Абсолютно запрещено ставить вопрос. И Центробанк, по крайней мере, в случае с Югрой, вероятно, волонтаристки просто губят предприятие, просто по приколу, они просто по приколу убивают банк, понимаешь? Если это случилось однажды, высоко вероятно, это случилось дважды, высоко вероятно, это случилось трижды. Это практика Центробанка. А если пойдет после этого? Они настолько всех закошмарили, что они сейчас могут делать вообще все. А если пойдут с претензиями другие банки, у которых кто-то... Есть два банка, слушай, Россия устроена таким образом, я тебе расскажу, как устроена Россия. Россия устроена таким образом, что нельзя трогать только тех, кто может сегодня на сегодня зайти к Путину. Я тебе расскажу, как устроена Россия. Спросил, ты была бы иностранкой, да? Ты была бы иностранкой, ты сказала, Сереж, а как устроена Россия? Я бы тебе сказал, ты должна, работая в России, понимать, что ты ни в коем случае не должна критиковать тех, кто может сегодня на сегодня зайти к Путину. Набиулина может. Набиулина может. Ты должна со страшной осторожностью, как огня, бояться тех, кто может зайти на этой неделе. Понимаешь, да? Ну вот тех, кто может зайти на этой неделе. Ты должна бояться, как огня. И ты должна почти безразлично относиться ко всем остальным. Те, кто может в течение полугода зайти к Путину, этих, как собак нерезанных, про этих можно вообще не говорить. Просто собаки. Просто никто. Понятно, да? Все, кто может зайти там в течение года, это вообще просто мусор человеческий. Действительно сильные люди, те, кто могут зайти на неделе. И бесконечно сильные люди, бесконечно сильные люди, про которых даже думать нельзя, ничего плохого. Это те, кто может зайти сегодня на сегодня. Сегодня на сегодня. Все. Я тебе описал эту страну полностью исчерпывающую, работая в ней. Понятно, да? Но Набиулина, даже там, даже те, кто может ходить сегодня на сегодня, немножко интригуют друг против друга. Ну, понятно, да? Ты можешь поиграть. Ты можешь где-то чуть-чуть поиграть. Например, ассоциироваться с К и С против какого-нибудь там Ч. Или ассоциироваться с Ч и другим С, и еще третьим С против М. Ну и так далее. Ты можешь каким-то образом играть. Но Набиулина стоит сейчас над всеми. То есть она сейчас может спокойно трахнуть любого. Понимаешь? Она стоит выше правительства. Она стоит... И поэтому, и поэтому особенно важно, чего будет 10 декабря с этой Югрой. Потому что если Югра докажет, что Центробанк безосновательно ведет расправы, то есть пользуется тем, что к нему не критичны, для расправ и вот такой вот, так сказать, там, бесчинств, то это будет первый прецедент, абсолютно важный для этой страны. Это будет дико важная фигня. А разве такое может быть, чтобы суд так решил? Конечно. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Ну, по крайней мере, есть люди, которые скажут это в суде. Погнали дальше. Новости. Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8. 10.30 в Москве. В студии Ольга Данилевич. Здравствуйте. В ГИБДД подтвердили задержание Дмитрия Оленичева за нетрезвое вождение. В пресс-службе Краевого управления Госавтоинспекции изданию «Спортэкспресс» сообщили, что инцидент произошел еще в субботу вечером. Отмечается, что главный тренер Енисей находился за рулем клубного автомобиля «Хёндэй». По данным местных СМИ, 17 ноября Оленичев выпивал в Красноярском баре, где вступил в перепалку с одним из посетителей. После этого он уехал из заведения, а участник конфликта сообщил в полицию о нетрезвом водителе. Погибший вице-спикер Красноярского ЗАГС Собрания оставил предсмертные записки. Как сообщила Интерфаксу официальный представитель краевого главка СКР Ольга Шаманская, их обнаружили в доме Алексея Клешко и в его рабочем кабинете. Что в этих записках пока говорить не можем. Одна из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи, добровольный уход из жизни, добавила Шаманская. Тело 48-летнего Клешко было обнаружено сегодня у его дома на улице Декабристов в Красноярске. В Краевом парламенте он работал с 2001 года. Также Алексей Клешко был известным красноярским журналистом и телеведущим. Под Саратовом опрокинулся вахтовый автобус. В результате ДТП пострадали 6 человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, авария произошла в городе Ртищеве. Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. На него составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средствам на срок до двух лет, уточнили в ГИБДД. В Волгограде из-за пожара в больнице эвакуировали 500 человек. ЧП произошло в подвале одного из корпусов учреждения на Ангарской улице. Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МЧС, горели вещи. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Пожар уже ликвидирован. Максим Орешкин сменил Алексея Кудрина на посту главы Совета Центра Стратегических Разработок. Кудрин сообщил журналистам, что сложил полномочия сегодня. Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минэкономразвитие осуществляет функции и полномочия учредителя фонда Центра Стратегических Разработок. Алексей Кудрин возглавлял Совет Центра с 2016 года. В настоящее время он руководит счетной палатой. В завершении выпуска о валюте официальный курс доллара 65 рублей 99 копеек, евро 74 рубля 90 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс два. В течение дня ожидаются небольшой снег. Завтра от одного до четырех мороза и также небольшой снег. Ольга Данилевич, Говорит Москва. Говорит Москва. Радио Говорит Москва совместно с благотворительным фондом «Подарок Ангелу» собирает деньги на помощь Ярославу Офицерову. Ярослав долгожданный и единственный ребенок в семье. Из-за гипоксии и недоношенности состояние ребенка после рождения было очень тяжелое. Мальчик сам не дышал. Неделю Ярослав провел в реанимации, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Целый месяц ребенок получал питание через зонт. Неврологи ставили задержку психомоторного развития, синдром двигательных нарушений. В год Ярославу поставили диагноз ДЦП. На днях мальчику исполнилось семь лет, и он стал первоклашкой. Веселый и жизнерадостный ребенок любит кататься на машине и слушать современную музыку. Несмотря на то, что Ярослав самостоятельно не стоит, не ходит, не говорит, мама не оставляет надежды, и готова день за днем поддерживать сына за ходунки. Ребенку необходима постоянная реабилитация. Вы можете помочь Ярославу Офицерову и другим детям, сделав пожертвование на сайте подарокангелу.ком. Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. В этот понедельник после одиннадцати. Экономист Михаил Хазин. Леонид Володарский. На радио Говорит Москва. Я слишком старт на этой работе. Этим голосом сказано все. Мы еще с вами встретимся. По воскресеньям с десяти до полудня. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Я вернусь. Право знать. Говорит Москва. Акита Амьенпаса пишут девчонки в Мексике. Поднимаются женщины в Мексике. Тоже рассказывают про мужиков. Ты знаешь? Все в университет. Вот смотри. В университете Мексики. Такое коллегио де Мехико есть. Но это университет. Понимаешь? Как бы называется коллегио. Но на самом деле университет. Понимаешь? Так тоже у нас бывает. Ну вот. Там все стены завешены листовками. Все стены завешены. И с хэштегом Акита Амьенпаса здесь тоже такое случается. И, значит, рассказывается, как преподаватели, мужчины, провожают студенток взглядом, что их оскорбляют. Ну, а и молчат, ничего не свистят, не, значит, не улюлюкают преподаватели. Да. Но провожают студенток взглядом. Это изобличается как нарушение прав женщины. Да. Ну, а как они имеют право провожать взглядом? Что это значит? Что за хамство вообще-то? Конечно. А? Да. Ну, почему? Конечно. Ну, говоришь, конечно. А я абсолютно поддерживаю за женщин в этом смысле. Хорошо. А, значит, наши парни грубые. Они целуют нас силой. Ну, как силой. То есть, там, подходят и целуют. Они спрашивают, можно ли поцеловать. Вот что я читаю эти листовки. Мужчина повторяет что-то несколько раз, и это уже само по себе считается ценным в обществе. То есть, мужчина трендит одно и то же, значит, это уже ценно в обществе. Мужчина может подойти и поцеловать без спроса, но он должен сначала спросить. Напишут они. Наши преподаватели провожают нас взглядами. Если, значит, секундочку, секундочку. Так, 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 так. Если, подожди. Ну, и так далее. Извини, просто тут не очень мне понятно. Если нам... То есть, они говорят, что если им поставить хорошие отметки, то это потому, объясняет профессор, что они сделали какую-то любезность. Или что они милы. Желели. Что они милы, что их пожалели, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да, значит, мексиканки, короче говоря, восстают. На самом деле, ты знаешь, само слово мачизма, мачизм, возникает в Мексике впервые. Мачо, да. Мачо, да, мачо махикану. Начало, начало этого слова, начало этого термина, всегда сначала было с прилагательным мексиканский. Мачо махикану. А что это значит мачо вообще? Мачо самец, самец, самец просто самец. Мачо эмбра. Что значит самец? Или животное тоже мачо, или только мужчина? Мачо, мачо. Нет, нет. Самец, самец, самец. Просто самец. Просто самец по-русски. Самец. Самец просто. Без кобеля, без ничего. Самец. Самец без оттенка. Без кобеля, потому что кобели немножко ругательские. Здесь самец просто. Мачо и эмбра. Эмбра — самка. Понятно, да? Мачо и эмбра. Значит, нет. Мачо Мехикану возникает впервые, насколько я припоминаю этот термин, мачо Мехикану. Сначала о мексиканцах так говорят. Мачос и так далее. Понимаешь? О мексиканцах. Потом это становится международным. Потом это произникает в Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты делают этот термин международным мачо. Ну вот, поэтому... Секундочку. Все-все-все мы подруги. Мы должны, значит, драться. Давай свою историю. Аки там Ян Паса. Давай, давай, пишите. Давайте пишите вашу историю приставаний. Сейчас, секундочку. Если ты не говоришь, если ты не рассказываешь, как тебе приставали девочки, то вы тогда де-факто позволяете насилие и сексуальную атаку. Вы должны писать об этом и рассказывать. Мы должны все друг друга поддерживать. Девочки, вперед. Значит, заяви против самца. Заяви против самца. Денунси аль мачо. Да? Да. То есть, выяви самца. Выяви его, подонка. Выяви, тащи его. И так далее. Понимаешь? Да. Ну вот. Сейчас я попробую прочитать. Извини. Но у меня здесь просто совсем маленькие буквы. И это издалека вот эти плакатики. Я пытаюсь прочитать. Так. Пабло Месса. Вот этот Пабло Месса. Кто-то Пабло Месса. Пабло Месса. Он в препаратуре, в преподготовительном факультете приставал к девочке. Вот. Что он... Он пытался ее посадить в свою машину на таком-то факультете. И так далее, и так далее, и так далее. Слышь, когда это дойдет в Россию? Очень интересно. А? Ну, а разве у нас уже это потихонечку не началось? Вот. Пожалуйста. Даниэль Рамирес, преподаватель антропологии, атакует сексуально девочек. Он психологически их атакует. Вот как. Он психологически их атакует. А также он посылает им послания в мессенджерах. Вот. Будьте осторожны с ним. Будьте с ним осторожны. Профессор Улиссис Корона посылает послания сексуальные своим студенткам. И их преследует. Еще, еще, еще. Я верю. Диего, что-то такое. Маленькие буквы. Ты представляешь, что пошло? А как интересно в России будет? Точно так же, скорее всего. Точно так же будет. Сначала сейчас будут гейты с профессурой, потом плакаты. Везде. Да, да, да. Ну, у нас это не очень пока хорошо, по-моему, заходит. Ну, я думаю, что мы включимся в этот транс. Профессор Флойлан Лопес Нарвайес говорит такие вещи, которые заставляют понимать, что он мизогон. Мизогон. Как? Мизогон. Мизогон. Мизогония. Мизогония. Ну, да, посмотри, господи, мизогония. Мизогония. Мизо. 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 Она даже не знает. Вот ты борешься за права женщин, а не знаешь такие вещи? Мизогония. Мизогония. Отвлицание ненавистия. Да-да, мизогония. Ну, давай, давай, пиши. Да, господи. Да ничего ты не пишешь. Вот, нет такого. Без ми. Ну, давай, найди. Наверное. Ну, тут написано ми у меня на испанском. Мизогония. Аси комментариус мизогония. Мизохония. Что он дает, что он дает комментарии. Да, пожалуйста. Где это такое? Мизогония. Мизогония. Что такое? Мизогония. По-русски будет мизогония. А что это значит? Что это значит? Скажите мне, пожалуйста. Я не знаю. Добрые люди. Мизогония. Нашла. Найди. Читаю. Мизогония. Ненависть к женщине. Да. Неприязнь, либо укоренившуюся предупреждение по отношению к женщинам. Женноненавистничество. Мизогония – человек, которому свойственно это. Дискриминация по признаку пола. Приняжение женщин. Насилие над женщинами. Сексуальная объективация женщин. Сексуальная объективация, значит, наоборот, любит. Это живое. Он их любит, и он их... Неправильным образом. Не так. Он относится к ним не как к человеку. Он относится к ним как к... Да. Которую можно там... Да. Так. Родриго. Родриго. Не вижу фамилию. Преподаватель просит у студенток... Просит фотографии студенткам у студенток, а также подходит и целует студенток. Вот он, Родриго. Что он делает? А я преподаватель, вот пишет одна из девочек. Я преподаватель от хунта, ну как она на кафедре, как это сказать? Типа адъюнкт, как это перевести? Я не знаю. Значит... Приглашенный, от хок, в смысле, по случаю преподаватель. А еще? А еще я преподаватель. Она молодая преподавательница, короче. Она молодая преподавательница. И каждый семестр есть студенты, мужчины, которые чувствуют, что они имеют право наглеть в отношении меня, приставать и говорить, ты очень красивая. Или пойдем выпьем чашечку кофе. И дальше перенос на другую страницу, которая не видно. Есть такие студенты, которые приглашают ее выпить чашечку кофе. Она наклеила свою листовку. Да. Значит... Сейчас, секундочку. Эктор Мендес, преподаватель Эктор Мендес, заявил, что он изнасилует любую из нас, если у него появится хотя бы какая-то возможность. И он не будет за это отвечать. Эдуардо Леви Малина. Это студент. Он просто насильник. Он агрессивный и опасный. Берегитесь его. Это про студента. Хорхе Ислас с антропологии. Секундочку, что он сделал? Он... Он несколько раз пытался поцеловать меня и схватать меня за зад на празднике. Мы были на празднике. Он пытался несколько раз меня поцеловать и пытался схватить за зад. Так... И еще сказал, что хотел бы со мной спать. Нормируйся Алладу. Хотел бы со мной переспать. Какой? Такие хорошие, молодцы, женщины. Молодцы, я верю в них. По всему миру одинаковые, умные, хорошие тетки. Всюду одинаковые. Всюду одинаковые. Значит, всюду одинаковые очень странные. Да? Нет, ничего странного. Но они очень правильные. Правильный вопрос ставят. Сукача. Да-да-да. Это, который в машину заманивал. Сейчас я просто читаю про разных случаев. Значит, заяви против самца. Заяви против самца. Сделай заявление. Надо нам такую устроить тему. Давай устроим. Радио Горитм Москва потребует, чтобы все женщины заявили против самца. Давайте. Начинаем. То, что делал. На меня что-нибудь заявили. Звонки принимаем от слушателей. Да? Да. Пусть рассказывают. Слушатели. Было или не было? Нет, а что звонки? Вот можно тебе сказать? Жефир. Улетит и все. Улетит в созвездие того кита. А мне стенограмму? Нет. Надо куда-то развешивать все-таки заявления какие-то. Заявления. В Мексику туда отправлю. Не добавить, что у нас тоже. Нет, у нас тоже. У нас тоже. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро, Михаил. Ну, видите, Михаил, все. Кран ты, ну, а вам все. Не могу не дать комментарий. Прошу вас. Ну, прежде всего, я полностью разделяю это движение полностью на стороне женщин. Да. И вот почему. Вот это мужланское, нетонкое, отвратительное, грязное, я бы сказал, приставание к женщинам, использование там своего положения, делает массу женщин пугливыми. Чем меньше будет вот такого харазмента, чем более осторожны будут люди, которым, по сути, не дана способность очаровать женщину, тем более отзывчивы будут женщины к искренним, глубоким, подлинным устремлениям к ним, тех мужчин, которым природой даны такие возможности. Понимаете, это как непуганное стадо, вы знаете, когда Америку... То есть вы имеете в виду, что они расслабятся, а тут вы. Нет, ну, я... Ну, с подлинными намерениями. Понимаете, я встречал, кстати говоря, чисто вот серьезно... Таковы подлинные? Извините меня на секундочку, просто мне хотелось бы уточнить термин. Подлинное намерение имеется в виду ведь для женщины, подлинное намерение, как мне представляется, это создать гнездо. Ну, во всяком случае, то подлинное, что отвечает в этот момент интенциям самой женщины, симпатии, способность быть вместе, ну, а уже относительно гнезда, знаете, это все. Что на небесах там создается. Так, вот, вы знаете, дело в том, что это часть культуры. И формирование культуры общества, то есть поддержание... Человек очень легко опускается до... Я же не хочу говорить до животного. До чего-то непонятного, мерзкого. Великая немецкая культура с Фридрихом Шиллером, Ницше и так далее за три года превратилась в месиво античеловеческое, то средоточие всего зла. Вы понимаете, это приход Гитлера к власти и так далее. Поэтому поддержание тонкой грани культуры в обществе, это вообще самое главное. Здесь речь идет и о агрессивности вообще, и о невозможности войн в этом смысле. И вот в этом общем потоке поддержания культуры, вот эта тема, которую вы сейчас подняли, она имеет огромное значение. Женщина действительно испытывает со стороны вот той отвратительной части мужчин давление. Я себе даже представить не могу, что вот когда я вижу, ну давайте так, открыто скажем, какую-то женщину неаккуратную, какой-то такой неподобающую. Я вдруг представлю, что она сейчас начнет делать мне комплименты, распускать свои руки и требовать от меня постели, мне становится жутко. Понимаете, это вопрос очень тонкой санитарии культуры, поэтому я полностью на стороне тех, кто манифицирует. Я уже говорил на прошлой неделе, простите, что если это будет даже самое изысканное существо на свете, королева красоты, которая мне сделает какое-то предложение, я шарахнусь как дикий. Такое грязное предложение. Не, любое, самое чистое предложение. Инициатива должна быть всегда только на моей стороне. Если она сделает любое предложение, я моментально порвусь с ней сразу. Да, должно быть тонко, тонко. А вот эти вот мужланы действительно, слушайте, преподаватели. Но ведь в этом же разница гендерных ролей. Если женщина предложит мне, я моментально с ней порву. А если мужчина... А потому что мужчина, может быть, мужчина и должен предлагать? Ну, знаете, по-разному бывает. Я встречался и с другими ситуациями, когда я видел... Разве мужчина не соискатель? Он, разве он не... Ипатель к женщине, к себе чувствовал, и это мне не было противно, я шел на контакт очень легко. Поэтому я вместе с ними в рядах вот этих вот с плакатами, мое имя там должно быть записано. Я полностью за то, чтобы в России произошло то же самое. И произойдет. И произойдет. Давности лет, чтобы не было. И когда это произойдет, чтобы он понес эту кару. Извините. Негодяй. Самовлюбленный павиан, понимаете, который смешон. Спасибо. Есть риск, Сергей, на самом деле в вашем рассуждении, что если вы делаете какой-то шаг, то вы точно так же можете получить отвернувшегося от вас человека, на самом деле. Это правда. И я к этому готов как мужчина. Я объясню. Мне кажется, я сейчас еще раз... Я вернусь к тому прекрасному канадцу, который я, простите, забыл имя, который рассказывает про лангустов. Мне кажется, что он говорит, что 350 миллионов лет назад, 350 миллионов лет назад самки лангустов стали выбирать там по территории. То есть там каждый самец держит территорию. И самка, соответственно, заходит на ту или иную территорию. Представьте себе, что это квартира. Я грибаю. Представьте себе, что это квартира. Нет, дальше она с ним живет. Да сколько-то там. Ну, цикл. Цикл, некий цикл. Вот. Значит, цикл выращивания этой икры или что там у лангустов. Я не знаю. Ну, значит, смысл в чем? Что самец держит территорию, а самка выбирает, к какому из самцов примкнуть. Понятно, да? Значит, какие-то самцы пользуются большим успехом, какие-то меньшим. А какие-то вообще не пользуются успехом. Вот. В сущности мы говорили о том, что зебры существуют. Одни зебры водят табуны и ведут себя как жеребцы. Да? Там борются за кобыл, там отбивают кобыл у других жеребцов. А у других зебр, я сейчас забыл, по-моему, Греви. Например, жеребец держит территорию, не табун. И все самки, которые зашли на эту территорию, его. Ну, в смысле, кобылы. Все кобылы говорят, зашла моя. Не зашла, ну, до свидания, иди гуляй дальше. Иди гуляй дальше. Не вопрос. Вот рядом поле, пожалуйста, там свой жеребец, пожалуйста. Иди туда, к другому жеребцу. Нет вопросов. Значит, точно так же существуют у лангустов. У лангустов уже 350 миллионов лет. Смысл заключается в том, что есть гендерные роли. Гендерные роли. Поэтому, если женщина предлагает грязные какие-то истории, это всегда грязно. Если мужчина, как соискатель, ищет, ну, предлагает, то твое дело отвинтить его и все. Господи, а что тебе за проблема-то? Ну, отвинти. А если он продолжает? Если он продолжает, надо еще четче отвинтить. Еще четче. И вот, и дальше он так же продолжает. И что? Преследовать. Вот слово вы ключевое видели. Ощипать за зад. А это все. И почему, например, какие-то женщины, понимаете, одно дело, у мужчины это проходной там какой-то эпизод, а она сидит и мучается, и думает, как она там завтра пойдет к себе на работу, где она преподает, например. И почему ей надо испытывать эти чувства из-за чьей-то вот этой вот распущенности. Ну, возьмем все. И про гендерные роли тоже тут такой большой вопрос. Мы живем в таком быстро меняющемся мире. Давай скажем, что биологические роли существуют. Ну, не существуют. Значит, там, конечно, они меняются и все на свете. Нет, подожди. Значит, хорошо. Ну, ты правильный вопрос поставила. Если дать понять, что это не нужно, а он продолжает, вот это вопрос. Это действительно вопрос. Но мне кажется, что это... А так бывает? А что нет? Я спрашиваю тебя. А про что эти тети рассказывают все, вы думаете? Мне кажется, что они неясно дают сигнал «нет». Точный сигнал «нет». Ну, очевидно, раз только жалоб, значит, это не совсем так. Точный сигнал «нет». Ну, мужчина подкатывает, ему дают точный сигнал «нет». То есть тетки виноваты сами? Нет. Недостаточно, что ясно выражаются. Нет, 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 я тебе объясню. Нет, я тебе объясню. На самом деле, ведь сигнал проходит от личности во времени. То есть, а он завтра думает, может, она завтра передумает. Какой стать? Он себе это позволяет, находясь на кафедре, например. Стой, стой. Давай говорить о математической концепции. Математической. Ну, послушай меня. Ну, значит, математически происходит следующее. Он думает. Она сказала «нет», но вчера. Может, сегодня уже «да». Может, что-то поменялось. Так пусть тут у себя дома об этом. Она может поменяться. Она может поменяться. Женщина, бывает, что меняется? Бывает, что меняется? Бывает, что у нее меняется настроение у женщины? Бывает или нет, я спрашиваю. В этих отношениях нет. Не бывает такого. Нет, 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 нет. Ты горестная. Ты горестная. Я тебе говорю. Настя, замутим что-нибудь такое. Ты мне говоришь «нет». Окей. Потом я вижу, как ты смеешься, хохочешь. Ха-ха-ха-ха. У-у-у-у-у-у. Это как банки, которые звонят и говорят… Я подхожу к ней и думаю. Глянь, что, у нее изменилось настроение? Изменилось. Оно изменилось? Возьмите 100 тысяч наличными. Настя, Настя. Через навес. Я говорю, «я вижу, как ты хохочешь. Вся какая-то яркая и вся какая-то блестящая. Я говорю, espera. Настя, может, замутим? А потом я говорю, «я думаю». Если давать тебе думать, если давать тебе думать. Настя, может, замутим? Я говорю тебе. И я думаю, если дать тебе думать... Да не надо давать думать, надо действовать. Надо брать тебя за жопу и все. И точка. Нет, может быть, чуть-чуть прижать где-то к холодильнику. Прижать к холодильнику. Сказать, ну что, как ты хорошо выглядишь сегодня? Хорошо выглядишь. Я там, да? И я посмотрел, ты ответишь или нет? Ну как, я не знаю. Ну в смысле, а как еще? Риски такие большие, на самом деле. Риски большие. Остаться полностью одному. Кому? В эволяции. Мужчины? Да. Ты знаешь, в России нет. Почему нет? В России нет таких рисков. Конечно, да. В России таких рисков нет. К сожалению или к счастью, здесь мужчины навезут. Потому что очень много... Я тебе объясню. Да, нет. На самом деле, я тебе объясню, почему. В возрасте. Если они хотят, они не одиноки. Здесь проблема в том, что так много людей уходят в водку, что оставшиеся не в водке мужчины, а они будь здоров, как навезут. Он запил. Скоро ситуация изменится же, это же не модно. В водке там кто-то где-то когда-то давно, а сейчас уже нет. Все. Тогда такие другие. Ну, не знаю, какие-то другие аргументы. Не знаю. Во всяком случае, это все равно тончайший диалог. И здесь я перехожу на сторону Михаила и хочу тебе сообщить. Это тончайший диалог на самом деле. Блеск глаз, улыбка. Это все невербальные сигналы, когда видишь, что клеится или видишь, что не клеится. Понимаешь? Ты видишь, что не клеится. Или что именно клеится. Понимаешь, да? Здесь есть симпатия, есть симпатия, которая если бы, то да, а может быть нет. Разные вещи клеятся. Разные. Не всегда же все одинаково идет. Это же не шаблон. Понимаешь? Где-то клеится так, где-то клеится так. Где-то, может быть, если бы, но никогда не будет. Но никогда не будет. Или там сказать, понимаешь, да? Ну, какие-то есть хождения вокруг, какие-то игры, танцы. Вся жизнь состоит из этих игр. Не пытайся примитивизировать, пожалуйста. Не пытайся наделить мужчин. Только небольшой отрезок состоит из этих игр. А основная жизнь не в этих играх проходит. Научитесь, дорогие девочки, научитесь говорить нет. Еще тоже очень важно. Дуры. Дуры. А то есть говорите недостаточно. Когда перед вами сальности говорят, а вы хихикаете в ответ. Хихикаете. Для мужчины это сигнал. Когда мужчина говорит вам комплименты, а вы хихикаете или смущаетесь. Это тоже сигнал. А что надо делать-то, чтобы был нибудь сигнал? Надо твердо посмотреть в глаза, твердо. Вот посмотри на меня. Твердо. Смотри на меня. Ты меня кадришь. Ты мужчина. Я тебе сейчас становлюсь на твое место. Нет, мать, нет. Твердо нет. А вдруг завтра вы поменяетесь? Завтра спроси. А завтра спроси, я тебе тоже скажу. Нет. И дальше что? Чего? Нет. Ну ладно, ну что там? Нет, нет. Гуляй, Вася. Гуляй, Вася. Все. Гуляй, Вася. Гуляй, Вася. До свидания. Нет. А когда вы подхихикивая смущаетесь, это сигнал для мужчины игривости. То есть самка играет. Самка играет. То есть не хихикать. Не хихикать. Надо попробовать зубами взять ее за холку эту самку. То есть она хихикает, надо зубами взять ее за холку. Понимаешь? Раз она хихи... А что она хихит? Не надо, чтобы хихикать. Не надо хихикать. Не надо. Надо твердо говорить. Нет. Нет. Мимо. Вася, гуляй. Точно. Да, и завтра тоже. Надо четко говорить. А не хихи, ха-ха. Вот стерва, ригидная, или как там, флегмовидная, или как там, говорят, что там, женщина-то примета фригидная. О, я вспомнила, обвинять в том, что они, ну, они такие. Девочка-дюймочка была, девочка-фригиточка. Ладно, поехали дальше. Подъем в движении. Да. Вы не умеете говорить нет, потом удивляетесь. Человек пробует, он соискатель, пробует, пробует, пробует. Потом она говорит, черт. А он вот, извини, мать, ну, значит, ты не сказала нет. Надо взять и просто по матерински. Помни, что у любого мальчика была мама. Помни это. Просто матерински, четко скажи по-матерински. Например, Петенька, Петенька, ты хочешь это? Как будто мальчики слушаются маму. Вот послушаем, Петенька, ты хочешь этого, этого и этого, правильно? Нет, Петя, этого не будет, забудь. Проехали, Петя, иди подрачи. И все. Спокойно. До свидания, Петя. Надо четко говорить, а не хихикать. Когда вы хихикаете, он думает, что играет. Понимаешь? Ладно, что там с баллами-то у нас? Значит, ТТК Юг, 8% внутренний. Ого, МКАД Юг, 4% внутренний. Общая загруженность по Москве, 4 балла. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 19 ноября. Побьем!